Добрый вечер, уважаемые зрители и гости этого стрима. С вами Николай Росов и сегодня мы поговорим о завоевании русскими Сибирского фронтира, о замечательных людях, которые помогали это делать, о звездных крепостях Петра Великого и о том, как это все получилось. А также о том, как Омск стал центром притяжения вот этой имперской экспансии. И я решил начать с самого глубокого, самого нехаженного, самого далекого периода Омска, мелового периода. Но перед этим оговорюсь, что не всю историю Омска мы будем в этом стриме озвучивать, ибо информации очень много и для того, чтобы она не сплющилась у вас, я решил ограничиться верхним пределом конца 18 века. Но глубоко мы заляжем. И пока вы присоединяйтесь, господа, мне приятно, что вы приходите. Добрый вечер вам всем. Я сейчас поприветствую вас в чате. Уникальная карта. Я ее сам сфотографировал. Карта мелового периода Российской Федерации Советского Союза 1975 года. Из большой советской энциклопедии. Прелесть этой карты заключается в том, что я не нашел в интернете до сих пор ни одной карты, где бы обитание динозавров накладывалось на современные континентальные границы. А вот здесь она есть. Черненьким обозначены современные континенты. И вы можете узнать, на каком континенте жили те или другие динозавры тогда. Ибо, вы понимаете, меловой период, блин. Верните мне, пожалуйста, прекрасный меловой период. Наша планета выглядела так просто. Ну, смотрите. Никаких границ, никаких государств. Бегают какие-то рептилоиды по нашим прекрасным континентам. Жара. Нет ледников. Антарктиды нет. Все растаяло. Все тепло. Тепло. И Омск, который приходится географически по территориальному принципу, вот здесь. Но мы его можем приблизительно вывести отсюда. Потому что территория Советского Союза здесь располагается. Здесь граница Советского Союза. Да. Граница здесь Ямал-Нецкий автономный округ. И южнее, южнее, южнее. Южнее Пермского края. Восточнее, чем Екатеринбург. Вот здесь соприкасаются точки нашего Казахстана географического, где проходит крас-линия разделения. Современные уже Казахстан Российской Федерации. Обитали стегозавры. Да, вы знали, что на этой территории обитали стегозавры, нет? Ну, теперь вы знаете, что в Омске когда-то были стегозавры. История мемов Омска и то, что Омск это наркотическая столица России, вдвойне подтверждается. Знали ли вы, что стегозавры ходили по Омску? Спасибо вам большое, господа, за днат. И оговорюсь, что действительно в этом стриме я буду отвечать на ваши днаты в прямом эфире. Так что шлите их, я буду отвечать, господа. Пишите чаще. Если вам хочется, просто поддержите мой канал. Я люблю, когда вы донатите просто, честно. Потому что я уже настолько так много стримов записал от вас, что уже не могу. Пора остановиться с тематическими стримами. Просто донатьте мне на поддержку этого канала. Я постараюсь контент просто улучшать. Мы пойдем не от количества, а от качества. Господа, мне приятно, что вы собираетесь. Сейчас я проверю ваш чат. Пишите, пожалуйста, слышно ли меня, видно ли вам меня. 7 человек-то катастрофически мало для такого прекрасного лампового стрима. Пишите, если у вас что-то со звуком или со связью. Пишите, если у вас неполадки. Если у вас прерывания какие-то идут. Пишите обязательно, господа. Я жду, пока вы соберетесь. И пока вы собираетесь, отвечу по кандидатам. Огромное вам спасибо, господин принц Евгений Савойский. Видео на заказ. Мы посмотрим все видео на заказ в конце этого стрима. Спасибо вам. К слову, каково ваше отношение к концептуальной инициативе устроить стрим по игре Hearts of Iran 4 с модификацией Kaiserreich, играя за Россию, выбрав путь создания РНГ Империи? Почему бы можно сделать? Задонайте, пожалуйста. Такой путь мы сделаем. Будут донат, и мы сделаем стрим, обещая вам про это. Почему бы нет? Мне нравится наша композиция, когда вы указываете контент, который вам хочется, и этот контент появляется на ютубе. Вы голосуете рублем за тот контент, который вы хотите. Кстати, этот стрим и есть непосредственный путь рождения такого контента. Ибо благодарю вас, господин Русский Омич. Огромное спасибо за днат для стрима про Омск. Мы будем говорить про Омск. Потому что это замечательный город. Грех его не сделать сердцем русского фронтира. И тем, кто интересуется захватами, тем, что сделала Россия еще до того, как начала колониальную экспансию вовне себя, так как Россия пыталась завоевывать, подчинять колонизируемые регионы, как она все это проворачивала, тем людям сегодня будет счастье его у них. Стрим как раз по этой самой теме. С самых далеких времен, как вы понимаете, с мелового периода, это было уникальное место. В частности, я, например, готовясь к этому стриму, впервые узнал, что по этой славной земле гулялись тегозавры. Правда, из-за движения материков через несколько миллионов лет, вот этот вот кусок будет не Евразии. Но не важно. А этот кусок разделится на Африку и Южную Америку. Но это не важно. Но второй пункт ареала расселения тегозавров был, например, в Атлантиде, которая, возможно, утонула, возможно, нет. Та часть Ньюфаундленда Соединенных Штатов, которая уплывет на запад. Вот она будет той территорией, где, по идее, должны были бы гулять тегозавры, но она отколется. И, видимо, утонет под водой, но чтобы потом родить вот Евразию. Как бы мы делали Евразию, когда Евразия еще не была мейнстримом. Эти гадкие атлонисты разделили наши континенты на все такие равные части. Дугин бы просто сейчас поднял крест и начал бы всех нас окроплять святой водой. Вот так выглядел мир в эпоху милового периода. Омск не занимал центр, но занимал очень важное место, тем не менее. Уже тогда Омск был важен. Здравствуйте, господин Принц Евгений Савойский. Ваше видео, которое вы знаете, мы обязательно посмотрим. Господа, присоединяйтесь. Я не могу начать лекцию, пока мы не соберем достаточное количество участников. Наш рассказ должен слушать каждый человек из земли. Мне очень обидно, что вы не присоединяйтесь к этой невероятной, самой смачной, самой интригующей лекции вашей жизни. Ваша жизнь не будет полна, если вы не прослушаете про Омск и стегозавров. Вы будете жалеть о том моменте, когда не прослушали об этом. А вот зарисовки Омска от какого-то художника. Мне они нравятся. Я их решил в самом начале поставить. Большое вам спасибо за днат. Я обязательно прочту его. Огромное спасибо, господин Великий Ярослав. Заказываю стрим, на котором вы рисуете оформление для моего аккаунта, а также музыкальную паузу в тему. Хорошо. Будет на стриме музыкальная пауза и ваше оформление сделаем. Перешлите мне в свой дискорд, господин Великий Ярослав. Все необходимые выходные предложения. Ну или на стриме сообщите ваше пожелание по шапке, по вот этому оформлению. И мы сделаем. Не будет проблемой. В этом стриме, господа, вы участвуете и вы генерируете контент. Поэтому просьба ставить лайк на это видео, делиться в комментариях, рассказывать об этом видео друзьям, ставить лайки. И в конце стрима большая просьба написать, как вам стрим понравился или нет. Мне это важно. Ваша обратная связь, ваши отклики мне невероятно нужны, важны, потребны. Огромное спасибо вам за донаты. Я отвечу. Принц Евгений Савойский. Для прочтения на второй половине стрима. Хорошо, конечно. Будет. Будет сделано. Прочтем. Обязательно сделаем. Спасибо. Будет. Я не займу у вас так много времени. Лекция будет емкая, но она будет информативная. Я надеюсь, она будет в таком бриф формате. Я рассчитываю, что она вас завлечет. Я для этого делал всякие непотребства. В частности, искал информацию, которой просто нельзя найти информацию. Именно поэтому вы, наверное, догадываетесь, почему я раскопал даже свою большую советскую энциклопедию. Вот так. Я могу оригинал вот этого огромного документа выложить нам в сообществе. Только наши подписчики. Подписчики этого канала будут иметь уникальную возможность ознакомиться с историей древних стихий. Стегозавров Омска. Спойлер. Кажется, даже в музее сейчас, который переделан под парк юрского периода, в Омске есть скелет стегозавра. Господин Русский Омич меня поправит, если это не так. Но вот, понимаете, родина хотя бы не слонов, но стегозавров уж точно. Ну и, конечно, без мамонтов куда же. Так вот, господа, место, о котором мы будем говорить, во II тысячи до н.э. еще принадлежало андроновской культуре. Как видите, в дальние-дальние эпохи монголоиды не населяли территорию Казахстана и прилегающих южных частей территории, которые мы называем в общем Чуркестан. Слово Чуркестан можно интерполировать по-разному. В частности, мне так удобнее называть все, что находится за югом от наших границ. То есть, Семеречье русское и все, что южнее него, находится в так называемом сленге советских людей Чуркестан. Пожалуйста, не примите меня за оскорбление и так далее. Это просто такой силогизм, местное советское идиоматическое выражение, обозначающее все, что находится тут. Оно не подпадает под определение Кавказа. И все, что не Кавказ, и все, что южнее, называется Чуркестан. Так вот, пришлое население монголоиды раньше, они населялись андроновцами. Так что можете радоваться. Реально можно выводить даже такую теорию, согласно которой... Это не мы захватчики, это вы просто пришли тут. Андроновская культура, бронзы и более поздние наслоения, которые приходили на ее, были... Ну, скажем, трудно сказать, была ли у них прямо развитый быт или хозяйство, но мы знаем, что это было не монголоиды. Потом они стали населять только территорию нашего Ближнего Востока, территорию Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и вот всяких станов. Еще называют просто дефолта стан, да, дефолт стан. Потому что все, что заканчивается на стан, вот оно у нас в этой области находится. Алаш, большая, малый алаш, большой алаш. Вот это все, что мы так любим, где елды басы, великий и священный, ну же султан Назарбаев провозглашает нам золотые правила жизни. Ну, в общем, Казахстан, предмет влажных мемов из интернета, сочное такое место, в которое хотят все прийти. Вот как выглядел человек эпохи... А, да, это древний омич. Да, можно сказать, древний омич выглядел приблизительно вот так. Я раскопал для вас древнего омича. Древний омич, наверное, выглядел вот так. Был европеоидного вида. Да, этот древний омич. И, видимо, занимался промыслами всякими местными, народными. Вот что было раньше. Древние омичи, это круче, чем древние укры. Тем более, что они расположены рядом с Казахстаном. Так вот, древние омичи, ну, их можем так, я их называю специально так, ласково, потому что на самом деле они не знали, что Омск будет. Ну, вот эти прекрасные населения еще не создавшегося Омска представлялась развитой андроуновской культурой, которая имела весьма хорошую деталировку одежды, да и, в общем-то, была ничего так себе. В целом, согласитесь, неплохой наряд. Не какой-то дикарь, а, понимаете, цивилизованный человек. Поскольку в районе Омска нет сырья для изготовления бронзы, а культура андроуновская, это культура бронзы, они ее, догадайтесь, что они делали, если у них нет бронзы, что они делали с бронзой, это интересно. Древнее население, которое еще не знало, что оно будет в Омске, оно окажется заложником Омска, оно не знало еще о том, что его ждет, но оно уже делало орудие из бронзы. Но бронзы на территории Омска и близко к нему нет в месторождении. Что они делали, как вам кажется? Что делали люди, когда нет в месторождении бронзы? Михаил Рогалев. Здравствуйте, большое вам спасибо за то, что пришли на стрим. Омская птица будет чуть позже. Но она будет. Мастер Гервант. О чем будет стрим с Крыловым? С Крыловым будет стрим о том, о чем написано в описании стрима с Крыловым. Все тейки с Крыловым написаны в описании стрима с Крыловым. Мои стримы не начинаются с того, что я вам объясняю, потому что под самим видео в описании вам все уже написано. Почитайте. Там много интересных тем. Мы о футуризме будем говорить, кстати. Генерал Шпрингер, к слову, является уроженцем из семьи Оздзейских дворян. Это правда. Великий Ярослав. Это музыкальная пауза на этот стрим. Великий Ярослав. Я надеюсь, что ваша музыкальная пауза будет нормальной музыкальной паузой. А не такой музыкальной паузой, которой я еще пожалею. Казахстан русская территория. Конечно. Поэтому мы ее называем Дефолта Стан. Дефолт Стан. Большое вам спасибо за донат. Я сейчас на него отвечу. Спасибо вам большое, господин Руки. Донатте Николая на красивый фон. Завтра Крылов надо прихорошиться. Спасибо вам большое. Мы прихорошимся для стрима с Крыловым. Я готовлюсь к нему. Я очень жду. Мы будем играть в Diablo Hellfire. И по Diablo Hellfire, где кирпичики составляют основной фон, господин Руки. Я думаю, вы сами согласитесь. Где кирпичики составляют основной фон. Это практически что лофт. Мы будем гулять по первому и второму уровню церкви. Настоятеля в Hellfire. Ну и понимаете, в 96-м году там только кирпичики можно было видеть. Пиксель-арт спрайты. Вы будете наслаждаться спрайтами Diablo классического. А мы будем говорить про разные интересные вещи. Не пропустите. А о том, о чем будем говорить с Крыловым, вы узнаете, когда придете на стрим с Крыловым, господа. Зовите всех, поднимайте мертвых. И пусть все, кто лежит, восстанут. Поднимайте диванное ополчение. Зовите всех, кто лежит на диванах, отдыхает в кроватях. Пусть они восстанут и придут на стрим с Крыловым. Здравствуйте, Михаил Рогалев. Адепт Паук. Что по логотипу для блока Йобнем, кстати? Понимаете, я сейчас загружен действительно вашими предложениями с рисованием плакатов. У нас будет, кстати, еще один стрим, совсем скоро, о котором я не говорил, но он просто запланирован. Я разрываюсь с этими плакатами. Ну, извините меня, задонатьте, я нарисую стрим для Йобнем. Или сам захочу, но не сейчас. Это вот как раз не то, что мне сейчас прямо необходимо, чтобы стрим можно... То есть, лого для Жмелевского можно еще улучшить. И пусть не трезвые, как говорится, присоединятся к партии Йобнем. И пусть те, кто даже охраняет свою чистую девственную трезвость, вступят в партию Жмелевского. Мы желаем им удачи. Месторождение бронзы, редкоземельный литий, вы говорите, господин Андрей Русков. Великий Ярослав, вы клянетесь и божитесь, что там все норм, честно. Господа, вы только что услышали слова Великого Ярослава, что сейчас музыкальная пауза будет все норм, честно. И поэтому мы включим музыкальную паузу прямо сейчас от нашего Великого Модератора, Великого Ярослава. И я вам отвечу после нее, почему и как добывали бронзу люди, не имеющие бронзы. Это круто. Это, кстати, круто. Это вам надо знать, потому что, ну понимаете, в отсутствии ресурсов, как найти ресурсы. Это еще талант такой нужно иметь. Я преодолел свою некомпетентность в планшете проблемы, почитал описание. Буду обязательно смотреть. Крылов круто. Спасибо, господин Мастер Гервант. Паранойт. Здравствуйте, добрый вам вечер. А сколько стоит логотип заказать? Адепт Паук. Я ненавижу рисовать, господин Адепт Паук. Я ненавижу это делать. Знаете, я рисую только для одной цели. Я хочу, чтобы вы это поняли. Я никогда не буду делать что-то на заказ, мне это противно. Я никогда не открою свою студию, мне это противно. Я делаю вообще для себя в основном. И я рисую плакаты для этих обложек, для стримов, только по одной причине. Чтобы вы на них ходили, чтобы вам нравилось это. Чтобы вы слушали мой контент. То есть, мой скилл рисования выработался только для того, чтобы заманить вас сюда. Иными словами, я лезу вам в трусы, но я лезу красиво. То есть, вы должны чувствовать себя прекрасно. Вы должны чувствовать, будто бы это я вам еще одолжение делаю, как говорится. Поэтому мне хочется, чтобы вы завлекались контентом. Поэтому я и рисую это. Если вы хотите заказать, заказывайте. Заказывайте лого, пишите донаты. Сделаем лого. Кстати, поскольку Великий Ярослав заднатил нам на лого для своей обложки. Заднатьте вслед. На этом же стриме мы будем рисовать и лого вам. Кстати, вы во время стрима, кстати, это будет здорово. Во время стрима вы сможете поправлять меня, делать какие-то корректировки. А наши зрители будут просто смотреть и говорить. Да нет, нет, этот чувак делает совершенно не то. Нет, левее, левее, левее. Куда уже левее? Знаете этот мем с картины? Левее, правее, ниже, ниже. Выше, выше. На полсинеметра и ниже. Вот так. Нет, нет. Еще левее. Ну вот вы будете мне приблизительно так шмыгать. Заднатьте что-нибудь от 100 рублей. Да. И мы сделаем, мы подумаем об этом. Великий Ярослав, вы заказали нашу музыкальную паузу. Я спешу исполнить ваши пожелания. Заднатьте что-нибудь. Субтитры сделал DimaTorzok Заднатьте что-нибудь. Заднатьте что-нибудь. Царя русского, православного, Алексея свет, все Михайловича. Боль грустная дана нам и казакам, чтоб спасти Байкальский край от захватчика. Багадуйцы и моногалы идут с чужого края, Эх, словно волки алчные, последнее зтирают. Багадуйцы и моногалы идут с чужого края, Эх, словно волки алчные, последнее зтирают. Чтоб пресечь здесь зло, чтобы Русь смогла, Взять теперь себе в дочки родные. Срубим, брат, земный остров, чтоб стояла века, Добрый год, Веркута полонародного. Эх, не страшны сражения, пули смерти раны, Эх, с яковым пахавовым казачьим атамадам. Эх, не страшны сражения, пули смерти раны, Эх, с яковым пахавовым казачьим атаманам. Эх, не страшны сражения, пули смерти раны, Эх, с яковым пахавовым казачьим атаманам. Это не страшен изражение, пули смерти раной, С яковым, бахавовым, казачьим артаманом. Хе-хе-хе-хе-хе! Парла Шмидта. Большое вам спасибо за днат, я обязательно на него отвечу. Я не читал его публикации, напишите мне, может я освежу свою память. В последние дни не было у меня такого, чтобы я читал их. Руки-ноги. И готов заднатить 500 на стрим о невозможности отречения Николая Второго не более чем фейк, как у Вильгельма Второго. Вы можете заднатить, но такого стрима не будет, потому что неисторические вещи я не обсуждаю. Вы, конечно, можете заднатить, но вам этот стрим обойдется гораздо дороже. Чтобы придумать для вас фейковую концепцию, которую вы хотите оправдать только из-за того, что вам такая нравится, я возьму гораздо больше. 5000 рублей, и я придумаю для вас концепцию, которая оправдает все. Кстати, я профессиональный историк, я могу фальсифицировать. Вы же забыли про это, да? Еще одна хорошая фича историка профессионального. Я могу подделывать документы. Я могу создавать концепции, весьма убедительные, которые при должной проверке даже не вызовут вопросов. Я очень опасный человек. Так что, если вы хотите, чтобы я вам про Николая Второго что-то такое придумал, господин руки-ноги, 5000 рублей, для вас по-особому тариф, потому что я не могу пользоваться непроверенными источниками. Я сначала должен подделать, в конце концов. Так что, пишите, подделаю. И, ну, конечно, не за 500 рублей, нет. А так, господа, если вам хочется что-то про историю, а не про вот эти вот теории Анунатии рептилоидов, пожалуйста, господа. Но если вам хочется, я придумаю гораздо лучше. Потому что, например, подделка исторического документа, она, ну, сейчас очень грубая делается. Понимаете? Зачем вам нужно заказывать у меня историческую подделку? Ну, потому что, ну, если вам хочется такое, да? Ну, потому что, если вы закажете у кого-то непроверенного, не у меня, он вам напортачивает какую-то неясную вещь, скажет. Например, я помню до сих пор прекрасную подделку Велесовой книги. Это просто дешевка, просто. Это дешевка. Это дешевая подделка. Ну, стыдно даже это говорить. Например, в одной из религиозных книг, которая поддел Ахиневич является сказ у Настеньки. И да пошла Настенька вопали свое... Ну, в общем, и да пошла Настенька и увидела там что-то. Но неважно. Вот суть в том, что древнеславянский текст начинается со слов и да пошла Настенька. Во-первых, там уже сразу три ошибки, которые любой профессиональный подделщик документов, исторических, тот, кто хочет реально серьезного фейка, а не вот этого, так называемый дипфейк, а не какой-то поверхностный, найдет. Во-первых, Настенькой. Никто бы никогда не назвал русскую девушку, потому что Настенька это не русское имя, это греческое имя. Она не христианка, черт возьми. Вы говорите о 9-8 веке. Какая, черт возьми, Настенька? Никто девушек Настенькой не назовет. Как минимум еще где-то 100 лет Настеньк не будет на Руси. Во-вторых, и да пойдет, это отсылка к каноническим иудейским текстам. Ни один текст, господи, не начинается, кроме иудейских. Так вот именно, как религиозный текст. Если вы пытаетесь сделать, то есть создать фейк древнерусского документа, пожалуйста, используйте какую-нибудь более изящную орфографию, чем орфографию иудейского текста. Я чувствую, что Ахиневич просто взял Библию и решил, отлично, это Библия. Ну, рептилоиды же принесли Библию, поэтому сразу все... Нет, даже круче. Это мы придумали Библию для иудеев. Ну и третье, это Ида пошла туда-то, туда-то, туда-то. Вообще, весь этот смысл первого начала предложения совершенно не выдержит никакой критики, потому что он никак не мог образоваться у нас. Поэтому заказывайте у меня. Я готов вам специально, кстати, для любителей таких, как руки-ноги, конспиративных теорий заговора, масонов, иллюминати. Я круче, чем Голковский, придумаю вам историю. Поверьте, я даже документы вам нарисую. Настолько будет все красиво, господа, что вы даже поверьте в это. Я, наверное, сделаю даже специально такой стрим, в котором я заставлю вас поверить в то, чего нет. И вы даже не будете знать, что этого нет. Потому что, вот я покажу вам искусство, как подделывать историю, как историки наши гадки подделывают ее. И покажу, как вам делать это можно, как нельзя, чтобы вы ни в коем случае такого не делали. Да. Чтобы вы поняли, насколько высока, насколько сильна власть историков, насколько они способны подделывать историю. И как надо, красиво, если вы взялись вот за это дело, как не напортачить, черт возьми. Утверждение Николая II не отрекался от престола. Это называется напортачить. Это называется некрасиво. Это называется, вы надели колпак себе на голову и подписали у глаз я же домосон рептилой. Мы не одобряем такого. Мы одобряем тонкую, понимаете, манипуляцию. Тонкие манипуляции. А из тонких манипуляций, как иголочками, мы втыкаем в ваш мозг идеи. Спойлер, действительно, в истории очень много таких манипуляций, на которые мы идем. Но почти все мои стримы говорят вам более-менее близкую правду. Более-менее близкую. Потому что я, пожалуйста, не считайте меня бушвакером, который претендует на человека, который говорит неприякаемый авторитет. Если человек, который... То есть никогда не берите себе в историю никаких неприякаемых авторитетов. Если такой найдется, пристрелите его. Это никакой неприякаемый авторитет. Это лжепророк какой-то. Спасибо вам большое за днат. Я сейчас прочту его. Для прочтения во второй половине стрима. Спасибо. Прочтем. Сейчас обновлю. Мне просто показалось, что еще пришел. Да, на вопрос, конечно. Бранау воровали у народов Урала и Алтая, потому что там была руда. Бронзу, бронзу, прости. Бронзу воровали. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Но точнее ее покупали. Спасибо, что продолжаете. Ее покупали в Казахстанус. Да, в этом Казахстане. На территории современного Казахстана. Правда, там были другие племена, не казахи, не великие Казахстаны, которые являются воплощением всей вселенной. Как сказал один замечательный мейнстримный мем, вселенная это просто округ Казахстана. Вселенная это округ Казахстана. Но, чтобы не останавливаться долго на этой дремучей истории, после андроновцев пришли еще промежуточные племена, называемые Ирменские. Представленные Ирменской культурой. А потом пришли, не путайте, кулайцы. Не китайцы, а кулайцы на этих территориях. По древнему Омску древние омичи были кулайцами. Кстати, шутка, шутка. Никто не знает, были ли они полностью европеоидами или нет. Но, по большей части, да. И это было что-то вроде микс. Это мультикалчурал кулайцы. Так что кулайцы, можно сказать, были первыми мультикалчурал пипл на территории Омска древнего. Чем знамениты древние обитатели Сибири и что мы о них знаем? Они добывали огонь, охотились. В общем, мужик, который нарисован здесь, в полной мере показывает вам, чем занимались древние обитатели Омска. Но давайте оставим эту древнюю историю. Я ее оставил вам потому, что она интересна. Если вам будет здорово почитать о них, я дал вам теги для Ютуба. Почитайте кулайцы, почитайте андроновцы и ирменская культура. Когда нам на уроках регионоведения преподавали Пермь, я умирал со скуки, когда мне говорили, о, кто там жил, черт возьми, ну не все ли равно, что там было. До того, как заложили город, какая разница, как скучно. Сначала были какие-то европеоиды, потом их выгнали другие, выгнали третьи, снова кто-то выгнал. Суть в том, что в конце концов всех парней, которых выгнали, выгнали ойраты. И вот я даже представление вам отыскал. Театральное, на котором представлен захват ойратами, видимо в Казахстане представление давалось. Захват ойратами этих гадких белых людей. После царства белых людей тысячелетнего пришли наконец-то вот мужики. Труп пацаны из Китая, извиняюсь, сейчас надо это сказать более мягко. В общем, из тысячелетия правления белых людей пришли ойраты. Ойраты пришли туда и, в общем, пришли. Сели на коня и пришли. Елбасы ойрат пришел туда. И это создало непредвиденное осложнение для людей, которые колонизировали приближающиеся земли. Особенно это было занозой в заднице у русских колонизаторов. Ибо к тому времени, пока ойраты наползали на все это, пока ойраты поглощались другими племенами, пока ойраты не превращались в джунгар, они были вот занозой, которая воспалила столкновение кочевой цивилизации, цивилизации земледельцев. Вот да. Мы решили просто быть на конях, а другие решили просто сеять рис и так далее. Так вот, необходимость русских вострогах не в малой степени продиктована тем, что вот такие господа регулярно нападали на наши поселения. Причем нападали они так, что углублялись то дальше, то не дальше. Непонятно, куда они дальше ходили. В общем, если вы смотрели фильм «Монгол» или как-то «We're Exceptions», «Вамонголс», вы можете себе с легкостью представить, что они себя представляли. В общем, есть «Вамонголс» и цивилизованные белые люди, которые хотят вести, которые хотят трудиться. В общем, есть люди, которые отбирают у вас «Вамонголс», великие экспроприаторы ЧК, ГПУ, НКВД, Комбеды, которые отбирают у вас хлеб, зерно, пшеницу и говорят «Мне нужна твоя одежда! Птенузна твоя одежда! Твой конец, твои зынсы! Завайся!» Вот приблизительно так, в таких отношениях у нас проходили долгие счастливые годы в отношениях с «Дефолт Станом», «Дефолт Станом» практически все ближайшие 300 лет нашей колонизации. И, конечно же, люди решили подумать, как можно избавиться от кочевников. А как бы вы избавлялись от кочевников? Это очень важный вопрос. Перед вами есть эти «Дедузда твоя одежда, твой коня» и «Твои дзынсы, отдавай их!» Как бы вы боролись с огромным количеством мужиков на конях, которые все время вас нагибают? Потому что, спойлер, мы столкнулись, русские колонизаторы, при колонизации, кстати, именно территории приграничных с Омском, с последней кочевой империей. Империей Джунгар. И эта империя была последними Чингисханами по духу. Они реально нападали. Они реально долбились, вот как Чингисхан. Понимаете, их мазало от этого. Их штырило от мирового господства. Они все время хотели нападать. Ну, понимаете, конь. Это конь просто несется в ваши невы. Как бы вы решали проблему со степными кочевниками? Субтитры сделал DimaTorzok в комментарии, оставлять свои лайки, оставлять свои комментарии и впечатления, потому что мне они очень важны. Я вижу, что у вас не так много приходит на стримы, но, пожалуйста, расширяйте нашу аудиторию, зовите новых людей. Мне будет очень приятно. По пути вы можете заставить их тоже подписаться. Подписка на этот канал дарует вам плюс сток морали и дает вам буст на экспу. Поэтому подписывайтесь. Немедленно подписывайтесь как можно чаще. Заставляйте делать других людей. И вам будет эксклюзивная в сообщениях нашего сообщества плашечки к новым стримам. Ну и другие плюсы от знакомства со мной в виде рисования. Рисовка так называемая, ради которой стоит жить в конце концов. Прошу прощения, что в этом стриме я не буду слишком быстро говорить и что я не буду делиться с вами серьезными впечатлениями. Проблема в том, что я скрываю боль. Я невероятно болею. Мне очень тяжело вести эти стримы, поэтому попрошу обращаться со мной понежнее. Не заставляйте меня чувствовать себя покинутым в этой чудовищной болезни, которая косит нас всех. Поэтому, пожалуйста, участвуйте в жизни нашего чата. Донатьте, задавайте вопросы. Я буду рад донатам на нужды канала теперь просто, потому что стримов мы набрали достаточное количество. Буду рад просто вашим предложениям, вашим донатам. Буду рад исполнить ваши пожелания по рисовке со стрима, пока мы остановимся, потому что сетка стримов более-менее заполнена у нас. Надеюсь, вы подписались на них. Я пока почитаю ваш чат и проверим ваши вопросы. Ответы на этот прекрасный вопрос. Посмотрите на андроновца и на меня. Снова на андроновца и снова на меня. Да, я на коне. Действительно, господа, смотрите. Это чат степь. Чат степники, которые вирджин земледельцев нагибают. Короче, вот эти люди пришли на место белых людей, и они подумали, что все это их пастбище. А теперь подумайте, как бы вы решали эту проблему. Ненавижу историю. Да, я согласен с вами, господин собака-жаробака. Я тоже ничего не понимаю. Я в самом начале говорил, это фигня всякая. Когда вам на регионоведении преподают чуваков, которые сменяют чуваков, которые сменяют чуваков. Жуткость. У меня зубы тоже ломятся. Я вас отлично понимаю. Огнестрельным оружием. Господин, руки и ноги огнестрельного оружия в то время не существовало. Ультра-насилием, конечно же. Забор построим. Павел С. Вы угадали. Забор. Может просто купить этих кочевников? Я бы строил города со стенами, чтобы кочевники пришли с копьями, а тут каменные стены и все. Принц Евгений Савойский. Конечно, сами типологические средства противостояния зависят от обстоятельств, однако я бы предпочел отбиваться силой, возвести сооружение или выплачивать некое подобие дания. Извините, пожалуйста, госпожа собака-жиробака, прошу прощения, извините меня, просто плохо себя чувствую, не увидел. Так вот, я тоже ненавижу историю. Да. Ну, у нас очень много общего. Спасибо за вопрос. Сейчас мы ответим. Русский омич, спасибо вам большое. Кочевники это нехорошо, мы омичи не одобряем. Для избавления от кочевников вы выдвинем пушки казаков и избавление от корма для лошадей, для кочевников. А вы действительно все угадали. Как называется, как говорилось в Харцов, простите, в Европу Инверсалис 4, чтобы победить кочевников, лишите их преимуществ. У кочевников есть степь и лошади. Чтобы ликвидировать их, необходима засечная черта, чтобы эти лошади не перескакали куда-то, куда вам не надо. И практика засечных черт в России, она очень долгая, приятная и очень здоровская. Но мы поговорим, конечно же, об Омске. Почему Омск стал таким центром, в котором ноу-хау борьбы со степью, ноу-хау борьбы с дугинцами, которые скачут на конях, возведен был в абсолют. Потому что еще тогда главной проблемой были эти самые уираты. Семен Никитич Гагарин, извините, я не нашел его фотографию, но поэтому вы будете смотреть просто на Юрия Гагарина. Но знайте, что Семен Никитич Гагарин одним из первых русских бояр придумал гениальное решение. Мы будем долбить их из космоса! Простите, нет, не из космоса. Но у него было интересное предложение. Он был сын боярским, дворянином московским и воеводой. В его голове созрел гениальный план. Он предлагал на как раз территории нынешнего Омска создать оборонительные рубежи России. То есть, почему бы нам не сделать сами оборонительные рубежи, чтобы спокойно готовиться к нападению на этих барваров. А для того, чтобы сделать их, нам необходимо создать нечто новое. Не просто засечную полосу, какую мы, например, имели с крымским ханством, а мы сделаем убер-зубер-гупер крепость. Целую крепость, обнесенную деревом, которой будет трудно подступиться, перед которой мы выраем ров. И этих крепостей будет очень-очень много. И эти крепости, вы знаете, назывались Острогами. Это русская ноу-хау колонизация, выдвинутая Гагариным. Так вот, боярин Гагарин предложил против степняков, которые стучатся в наши стены, как колоссарда тракийский, мы воздвигнем сооружение на протяжении некоторых некотором отдалении друг от друга, которые будут сдерживать их. И между ними, если вдруг вклинется в нашу оборону какой-то враг, может быть, мы сможем общими силами двух крепостей зажать проходящую армию и отрезать ее от снабжения. Очень выгодно. Очень, в общем-то, неплохая идея. Но для того, чтобы созрела эта идея, необходим был глобальный проект. Необходимо было место, где можно было осуществить эту идею Гагарина. Вот Гагарин придумал, но надо было ее немножко подкорректировать. Хочу заметить, что, как вы понимаете, русских царей эпохи 17 века, первых романовых, кстати, да, это вопрос. Как вам кажется, заботил ли романов вообще Сибирь? Это интересно. Рюриковичи вот, например, заботило. Поход Ермака и всякое такое. А вот заботил ли романовых Сибирь, как вам кажется? Это, кстати, смена парадигм наших династий. Рюриков заботила Сибирь очень своеобразным образом. Рюрики грабили Сибирь как северные варвары, именно что. И вы можете, кстати, это северная кровь поет в нас. Это, кстати, показывает нас как именно потомков северных викингов, завоевателей. Поэтому рюриковские, то есть, условно, ермаческие походы и все остальное, они были еще прелюдией. Как вам кажется? А романы вообще интересовались своим фронтиром? Что там происходит на востоке? Что там находится за зауральским хребтом? Что за уральским хребтом? Что уральцы говорят? Как вам кажется? Вообще заботил ли наших царей вот эти вещи? Господа, пожалуйста, я призываю вас присоединиться к нашему чату, быть нашей трансляцией. Возвращайтесь, я сейчас прочту ваш чат. Я призываю вас, я заманиваю вас тем, что сейчас буду общаться с вами. Такой вопрос. Как вам кажется? Романовых заботил о Сибири вообще? Так, принц Евгений Савойский вы пишете. Конечно, сами типологи... Так, 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 это понятно. Я уже прочитал. О котором году речь? Мы ведем речь о начале 17 века, о как раз правлении династии Романовых. Романовых в 17 веке вообще-то сели. Ну да, их раньше 17 века на престоле не было. Они просто были. Но интересовало ли Романовых царей в Сибири? Как вам кажется? Это, кстати, показательно, потому что вся имперская история России говорит вам о вот этом их отношении. Потому что если бы, например, Рюриковичи продолжили править, ну или Годуновые, не суть важна, политика Сибири у нас бы оставалась такой, какой была. Но пришли Романовы. Их политика в отношении Сибири коренным образом уже была отличной. Совершенно отличной. Политика Романовых Сибири была, ну скажем так, другой. Да, ее мягко можно назвать другой. Аля Китайская Стена, вы спрашиваете? Нет, господин параноид, это нечто вроде, я бы ее назвал, если можно употребить термин 20 века, это эшелонированная оборона. Эшелонированная оборона плюс вот сейчас бункеры, система бункеров, то есть один бункер, второй бункер, третий. Для предотвращения танковых прорывов. Так что можно сравнить конницу с танками, но только не уходите в Тухачевского, я имею ввиду вот такое, весьма вольное сравнение, чтобы не уходила наша конница далеко, ее нужно остановить, ее нужно пресечь ее продвижение здесь, и чтобы это продвижение пресечь, необходимо несколько фортов. Пока они проходят между двумя фортами, два форта объединяются и бьют этих кочевников еще на подлете, собирая общие силы двух фортов. Таким образом, в большинстве всегда оказывались мы. Два на один. Расчет был в том, чтобы всегда два на один нападать. И этот расчет придумал великий боярин Гагарин. Так что знайте своего героя. Вот он придумал покорение сибирского фронтира. И этот фронтир будет обкатан впервые именно в Омске. Новый фронтир, новая идеология русского фронтира будет обкатана в Омске. Итак, господа, как вам кажется, романы вообще заботились о своей Сибири или нет? Собака Жиробака. Да, заботились. Паранойт. Романовы, наверное, хотели укрепить свои территории в Европе от Урала до Астрахани. А разве это была не частная колонизация? Демидовы и Строгановы там всякие... Нет, нет, конечно, вы должны понимать, что все это с подачи царской было, конечно, не... Мы очень любим, что это частно, ну, так мы решили, вот, да, то, что кто-то нанимал себе частных людей, лангскнехтов, чтобы колонизировать ту или иную область, все это непосредственно у нас, в нашем автократическом государстве проходило через особую линию. То есть, не думайте, что это было частно, это вот как было, как первые конкистадоры. Кстати, да, мы будем встречать много аналогий сейчас на этом стриме с конкистадорами, ибо конкистос были не только колонизаторами, но еще новыми поселенцами и еще христианизаторами, как и конкистадоры, мы христианизировали территории, на которые заходили, причем подчас в еще более жестокой форме, о чем почему-то не любят вспоминать. Поэтому сторонники телократии, не озерной, не морской, не империи, связанной с водой, а вот именно сухопутной империи, готовы вам кричать, ну, мы всегда обратались с ними, мы обнимали своих туземцев, да ни хера подобного. В конце нашего стрима я вам расскажу, сколько было потерь среди туземцев, сколько их было и сколько их стало. То есть наша колонизация фронтира была гораздо более агрессивной и быстрой по сравнению с Соединенными Штатами, например. Там нужно было очень долго бить этот фронтир. Наш фронтир разбился весьма быстро с решением вопроса о кочевниках. Когда мы начали отбиваться от них, колонизация нашей Сибири пошла быстро и очень бодро бойко. На Урале в 17 веке мало городов основывалось и поэтому только Верхоутрия вспомнить. В основном в 18 веке все города основаны. А Собака Жиробака а у вас стрим только на Ютубе или на Твиче тоже есть? На Твиче есть наш канал, но просто я не так часто стримлю там, ибо пока у меня нет видео с авторскими правами, которые я бы мог там стримить. Поэтому господа Жиробака я призываю вас пока смотреть здесь. Если у вас будет заказ на какое-то видео с авторскими правами, тогда мы перейдем на Твиче и там будем стримить. Понимаете, проблема в том, почему я сейчас на Твиче не выхожу. У нас сейчас в онлайне 17 человек. Скажите мне, пожалуйста, господа, над кем вы смеетесь? Просто вот скажите, вам просто смешно от этого или как? Ну да, понимаете, наш стрим собирает столько людей. Выходите на Твиче. Я люблю этот мем, где человек в форме Каддафи, выступает на трибуне, а там дается крупный план. Это и самая трибуна. Там ноль человек пришло на ваш стрим. Нахера ты рассказывал, нахера ты кидал мне ссылку на твой Твич? Зачем? Зачем? Карл, зачем? Там там все равно никто не появится. Да, Ирбитская ярмарка. В 1600-х было огнестрельное оружие на Руси, даже в 1580-м было. Да, но не в таком количестве. И, кстати говоря, я специально вам показываю картинку с этим огнестрелом. Не случайно. потому что во время ойратских завоеваний огнестрельного оружия, с которыми они сопротивлялись, не было. Поэтому было тяжело. Но вы видите здесь уникальное событие. Перед вами находится битва. Битва при реке Ульхун. Последняя победа кочевников над земледельцами. Это историческое событие, равное, наверное, сражению при Адуе в 1896-м году, когда последние раз кочевые цивилизации, дикие, вот прям на лошадях, с палками, копьями и дубинками, победили развитую армию. Перед вами армия империи Цин. Передовой отряд империи Цин, который вышел на битву с кочевниками. 1690-й год дата этого события, и это последний раз был, когда кочевники одержали победу. После этого империя Цин смогла стабилизировать границы, и это джунгарской империи. Последние империи а-ля Чингисхан. Последние попытки захвата мира кочевниками. Но поскольку у белых людей, или относительно белых, цивилизованных назовем их так, появилось огнестрельное оружие, кочевые империи постепенно все схлапывались. Последняя, вот она самая перед вами. Последняя победа последней кочевой империи произошла в 1690-м аж году. И она пыталась захватить цин. Но цин дала отпор и с этого момента мы заканчиваем повествование в истории человечества всех кочевых империй. Кочевые империи оказались за бортом истории. Итак, вы предполагали мне все про Романовых, писали, что ну наверное да, наверное нет, может быть нет. Они больше были заинтересованы в укреплении своего престижа на европейской территории в Астрахани например в Архангельске. И вы совершенно правы. Романовым дела до Сибири особенно не было. Великий наш прекрасный Михаил Федорович Романов, который к этому времени видимо выглядел вот так. Я очень долго искал фотографию подходящего Романова, то есть он еще не совсем старый, но и не совсем молодой. Мы говорим про 20-е годы 17-го века. Ему предложили ту же самую идею. Михаил Федорович давайте уже кульно начнем колонизировать. Михаил Федорович сначала не очень понял о чем вообще речь. С ним проходили воспитательные беседы. В 1621-22 годах была организована только одна военная экспедиция поход того же самого Гагарина. Вот боярин Гагарин, о котором мы говорили Семен Никитич Гагарин говорил с Михаилом Федоровичем. И вот результат диалога с Михаилом Федоровичем сводился к тому, что он дал возможность ему на собственные денежки организовать поход. Поход был вверх по Иртышу и дальше в общем они ничего не трогали. Впервые в истории был заключен дипломатический акт России и кого-то Степняков. Там за пределами просто Кавказа, за пределами традиционного ареала. Так вот Гагарин он вошел в первый контакт с этими ойратами. Гагарин предложил ойратам сделку. Сделка была проведена через уста Михаила Федоровича и состояла из нескольких пунктов. Итак, ойраты конкретно слушайте несколько пунктов. Первое Качуйте вверх по Иртышу Нахер Качуйте вверх по Иртышу Нас 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 не трогайте Это первое условие. Второе В обмен В обмен Основайте город на Ами для защиты от восточной монгольской династии Алтынханов. Я нашел только одну релевантную фотографию Сейчас секундочку Алтынханов Видимо это той эпохи рисунок нападения Алтынханской восточной династии на Айратов Айраты взамен на движение лишь по Иртышу Качуйте по вверх по Иртышу Нахрен А нас не трогайте Айраты ответили В обмен мы построим город на Ами для защиты от этих самых восточных Алтынханов Эти Алтын чертовы ханы И кроме того условия было дано еще Михаил Федорович будет очень круто если они будут платить Исак Вы облагаетесь Исаком и обороняйте город вместе с русскими Иными словами он сказал значит короче Качуйте по Иртышу Нахрен Во-вторых Закладывайте Нахрен город И в-третьих Да в-третьих Плати мне донаты Донаты мне плати Вот этот подход который на ваших глазах был провозглашен Михаилом Федоровичем через уста Гагарина и стал официальной политикой Романовых на территории колонизируемой Сибири То есть поверьте Качуйте по Иртышу Закладывайте блин город И платите донаты Вот В общем это все что интересовало Михаила Федоровича Я не думаю что Михаил Федорович вообще знал что за пределами Уральского хребта там что-то еще есть Ну поэтому видимо он просто отправил их на смерть Да Ну Что мы будем делать Мы отправляемся на Альфа Центавру На Альфа Центавру Качуйте в Альфа Центавру Закладывайте там колонию И платите мне донаты в конце концов Вот это soft power Плати мне донаты закладывай город и качуй куда хочешь и стала основой романовской политики завоеваний И теперь вы наверное скажете город наами да наами вы наверное поняли да 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 вы намек его поняли это конечно город Омск тот самый о котором мы и говорим вот можно сказать что Михаил Федорович проспонсировал он задонатил на этот Омск с Ясака самих же ойратов донаты которые собрал русский царь с ойратов пошли на строительство Омска иными словами донаты мне плати на эти донаты мы построим город свой вместе обороняйте защищайте этот город а мы поможем вам от своих этих как их там алтын ханов честно говоря я не встречал в истории столкновения откровенных наших колонистов с алтын ханами возможно алтын ханов просто придумали но это не важно я про ойратов потому что для них это было очень важно поэтому вот после того как Михаил Федорович сказал это Михаил Федорович вообще больше не поднимал этот вопрос больше вот все оставьте меня оставьте меня я в печали у Михаила Федоровича в 17 веке было очень множество много проблем разнообразные бунты никто не доволен все хотят донатов кстати господа подписывайтесь на этот канал если вы этого еще не сделали ставьте лайки этому видео и донатьте на новые вопросы я буду очень рад ответить на них прямо в реальном времени поэтому в этом стриме я отвечаю на них прям прям так вот Михаил Федорович отстранился самоудалился вошел в режим самоизоляции от всех этих вопросов с Сибирью поэтому хренитесь там конем как хотите но еще кроме того политика Романовых будет дополнена его последователем Алексеем который даст возможности отправлять преступников заключенных и прочий сброд так что все кто не понравился ему выпинывались из Москвы и ехали куда ты едешь на Кукуй ты едешь в далекий в далекую сейчас скажу на Омь ты едешь на Омь что это такое Омь это край света там там заканчивается цивилизация в понимании людей там действительно заканчивалась цивилизация ну то есть просто Омь что дальше Омска дальше Омска тьма тьма детка там просто тотальная тьма поэтому вот в тотальную тьму Романовы не шли и тем заложили основу своей политики и так господа так в общем был основан пока что не город но уже крепость под названием Омск и теперь по окончании этого смыслового фрагмента я поговорю с вами я надеюсь вы уже приходите вас горит желание продолжать пожалуйста приходите мне очень будет приятно если у вас будет больше 20 больше 30 человек я стараюсь делать стримы практически каждый день не для того чтобы вы приходили в компанию 10 человек я вот серьезно хочу чтобы нам приходило больше и больше людей я стараюсь вас завлечь я не знаю чем еще вас завлечь только чтобы разрезать себе грудную клетку вырезать сердце подарить вам пожалуйста приходите я сейчас буду говорить с вами в прямом эфире надеюсь это вам понравится ужасно господа приходите еще зовите друзей зовите знакомых присутствуйте в большем количестве в конце концов нет романовы однозначно как и всякие плюс-минус вменяемые правители хотели расширение в Сибирь в частности а потом основательно там закрепиться но сначала же они хотели укрепиться в Европе совершенно правильно сначала не хотели укрепиться в Европе Сибирь была полупустыней территория огромная и народу мало да это так господин сверху виктор здравствуйте господин Хавалайтер спасибо вам что пришли приходите еще господа зовите новых людей у нас слишком малый онлайн пожалуйста озаботьтесь этой проблемой мне очень грустно и очень обидно что мои старания в ваш адрес не окупаются я не знаю почему напишите пожалуйста я много раз прошу вас в комментариях почему вам не нравятся эти стримы что вам нужно для стримов может вам нравится стрим где я просто буду комментировать какие-то видосы не знаю напишите пожалуйста об этом может я неправильно делаю что-то таксибирь же колонизировалась частично заключенными частично казаками с наместниками и послами Москвой ну вот именно потому что Москва их отпинывала да пинайся отсюда пинайся качуйте вверх по Иртышу в общем я думаю это надо в мем преобразить качуйте вверх по Иртышу это вы к чему классная фоточка и на ней да действительно и на ней красоточка прекрасный подход вот бы сейчас так же северным северным кавказом сделать эх да действительно господин Хова Лайтер я тоже мечтаю об этом может быть кидайте кстати вопросы в донатах я отвечу на все господа вот такие вот подходы которые были созданы инициированы романовыми давайте я прочитаю ваш чат пораньше мне интересно что вы пишете здравствуйте господин Георгий поделенка спасибо вам что вы пришли после стрима по Мэйдзи будет ли стрим по Тайсё или стрим про Юго-Восточную Азию задонатьте и будет все упирается в ваше ваше желание этих стримов стрим про Мэйдзи мое личное желание потому что мне эта тема интересна если вам хочется продолжить я делаю такую затравку на эту тему и поэтому если вам захочется если вам понравится обязательно продолжим напишите в донатах и мы сделаем можно было такой стрим на 1 апреля сделать действительно руки-ноги вы предлагаете 1000 рублей на фейк стрим давайте сговоримся то есть не нам не вам 2500 я подделаю документы так господин руки-ноги что вам даже пальчики придется облизывать вы даже поверите в то что вы поверите во все я вас заставлю поверить даже в то что Николай II британский немецкий шпион я вас заставлю поверить во что угодно вы не представите что может профессиональный историк какие фейки мы можем создавать так что если вы хотите в полной мере ощутите 2500 ладно и скидка на 50% в целых понимаете господин руки-ноги редкость такая я готов любой фейк ваш обличить в историчную такую составляющую в подобии истории пользуйтесь этим господа самоизоляция не мешает вам приходить на этот стрим стрим не распространяет коронавирус поэтому собирайтесь кучнее подходите никто не заразится вы частным образом присутствуйте на этих стримах зовите своих друзей присоединяться к ним подключаться удаленно к этому стриму и будет вам счастье happy айсука 88 вы хотите представить бушвакера нет конечно просто бушвакер это человек который думает что есть в истории какое-то зерно исторический смысл нехер подобного нет никакого смысла на самом деле если у меня спросите просто я не знаю образование у бушвакера его стрим я дико рад за бушвакера мне очень нравится что они популярны просто просто забудьте об этом всем я просто завидую ему поэтому я и говорю об этом у него же 80 тысяч подписчиков на его стрим приходит тысяч человек а наше стрим приходит 17 конечно я буду завидовать бушвакеру что же мне остается делать мастер герман смотрите ндп стрим завтра тоже с крыловым стримить будет а да ну кстати я буду стримить да тоже 18.00 у вас совместка нет у нас не совместка мне непонятно о чем вы говорите мастер герман мы договорились с крыловым на наш канал именно непонятно мне почему ндп стрим с крыловым завтра кстати давайте я проверю я спасибо что вы сказали потому что мы договорились с крыловым завтра на стрим а не с кем-то еще поэтому спасибо что вы написали я сейчас проверю у себя я напишу то есть я сейчас напишу Нечаеву спасибо что вы кстати заметили об этом Не знаю, что Нечаев себе возомнил Но Крылов мой, а не его Крылов мой любимчик, а не его любимчик В конце концов Я написал Алексею, надеюсь он прочтет сообщение Хотя Крылов мне на почту Отписал, что у него все по плану Может Нечаев еще решил меня Крылова увезти, не позволю Крылова увезти Это будет ужасным поступком Я с Крыловым говорил по телефону Он вроде сказал, что завтра будет Все нормально, я ему кинул дискорд Будет неловко Если вдруг У меня уведут Прекрасного Крылова Поэтому я написал ему Лучше будет, чтобы я продублировал еще Крыловую в этом Кстати, да, спасибо, что написали Напишите, наверное, стрим Натсдем У них ведь на канале Натсдем Происходят стримы Одну секундочку Вот это странно Это очень-очень странно Господа Сейчас я продублирую Константину Анатольевичу В свою почту Спасибо, что написали Кстати, огромное спасибо Ну это чтобы вам было понятно У нас все в порядке По стриму Наш стрим Затем, наверное, 5 апреля В 18-м По Москве Все в силе Да, конечно Ну это чтобы вы не заподозрили меня В том, что я вас обманываю Как-то Извиняюсь Что пишу на английском Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому В общем, мы будем дожидаться ответа от Константин Анатольевича Я вас поставлю в курс Во внимание Спасибо, что вовремя сообщили об этом Да, действительно Потому что стрим Анонс стрима На нашем канале С Крыловым Если вы смотрите за анонсами В нашей трансляции Он Значительно раньше Был уже Показан Сейчас Наш анонс стрима Был за неделю До этого стрима Понимаете Вот этот анонс Константин Крылов Который на нашем канале будет Так что Смотрите Только тут Настоящий Крылов Если Крылов Не придет на наш стрим Это будет ужасно Я подготовил все Для этого И Нечаев Ответь Нечаев Ответь За то, что Крылова ты умыкаешь У меня Надеюсь, что Крылов просто не понимает Не понял Кому ему Приглашают Крылова Продолжение следует... Спасибо вам за то, что вы наблюдательны. И наконец-то наш скандал привел к тому, что у нас 20 человек. Буду чаще делать такие поводы. Да, мастер Герланд, я тоже удивлен. А мне непонятно, кстати, почему у НДП идет стрим параллельно с моим. НДП хочет украсть мою славу. Да, да. Идите вверх по Иртышу. Качуйте вверх по Иртышу. Вы не представляете, как мне комната руда стоила выцепить Коснина Анатольевича для этого прекрасного стрима. К слову, спасибо вам за вопрос, господин Принц Евгений Савойский. Доводилось ли вам обстоятельно коммуницировать с бушвакером? Если да, существует ли когерентная запись вашего конвенционального стрима? Да, я говорил с ним, но у бушвакера просто формат, как он мне сказал. Такой, который он не любит ни ходить, ни стримить. Ну, в общем, странный человек. Я его... То есть, как-то не очень общительный. Ну, я его приглашал на свой стрим, и я... Спасибо вам большое за днат, я прочту. А я его приглашал на свой стрим, он... Нет, гость, гость, я не хочу... Вот, как мне сказал бушвакер, он боится, что его... Боится, что покажет свой скайп, свой дискорд страшную. Ну, то есть, боязнь, типа, не знаю, вот, людей, которые верят в летающие кастрюли, что если вы шапочку на голову наденете, что все, вас прослушает ФСБ. А когда я предложил к нему на стрим, он сказал, что нет, у меня не такой формат. Ну, не знаю. Не знаю, как общаться. Подскажите, как можно зайти на стрим человек, который боится показать свой скайп или дискорд, думает, что его сейчас пропустят сразу, он станет таким публичным. Господи, да я готов продать свой скайп и дискорд, чтобы меня показали побольше. Хоть на трансляции России сегодня, прям в прайм-тайм, вместе с коронавирусом и Путиным. Господи, да голову на отсечении не жалко отдать, чтобы только получить такую возможность засветиться своим скайпом. Ну и так далее. Огромное спасибо за днат. Спасибо, господин Фюрер Би Йонт. Я полагаю, что это нам нужно в конце простримить, найти, посмотреть это видео. Заранее, чтобы перевести, мне нужно будет... Остатик. Давайте перевод. Извиняюсь, я просто... Я не очень силен в немецком, поэтому... Простите мой немецкий. Немецкая эстетика. Поглядим немецкую эстетику во второй части стрима. Обязательно заглянем. Большое спасибо. Итак, господа. Отдельное вам спасибо за то, что вы могли предупредить меня вот за это, за большое время. И да, сибирский вперед, господин Славик, реально. Русские тоже вперед. Так вот, господа. Таким образом был создан прецедент. И Омск во многом обязан Михаилу Александровичу, но в большей степени Гагарину, который предложил ему такую идею. Как вы понимаете, в основании Степана Разина и очень многие другие веселые вещи нашего смутного времени побеспокоили создание, помешали созданию крепости в Омске. Нами, наша страна буянила, ее нужно было усмирять. И это сферический Омск в вакууме. Тот самый шар, который стоит в Омске и изображает ее историю, видимо. Который пытался покинуть Омск. И в связи с этим есть много мемов. Город Омск долго-долго не был... Ну, его острова этого острога были созданы, но он долго еще не создавался. То есть, во время наступления каких-то важных событий, строительство его возобновляли, а потом не возобновляли. Снова брались за него, когда наступал мир, а они опять. Опять. И конь там далеко не валялся. Весь 17 век это попытки Омска построиться. Но если сейчас у вас есть попытки покинуть Омск, то в 17 веке у Омска были попытки себя выстроить хотя бы. Так что, это было медленное событие. Но, тем не менее, помаленьку уже тогда, когда 20-30 годы 17 века Оираты объединились с Джунгарским ханством, последним ханством, как я вам говорил, последними кочевниками, которые были а-ля Чингисхан, они стали более независимы от России. И решили подумать, что у них уга-буга счастье такое. То есть, раз Россию шатает детка, раз у нее Степан Разин, соляные бунты, медные бунты, Россию будоражит, грех не воспользоваться этим событием. Кстати, мне тут отписался Алексей Нечаев, руководитель Пермского отделения НДП. Сейчас разберемся, он пишет нам, ну что со стримом Крыловым. Потому что я с Крыловым беседовал сегодня, поэтому вот так вот. Он пишет, что разберемся, я сейчас просто дополню. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так. Ну, будем надеяться, что этот ладит сейчас там в НДП вопрос. Так вот, поскольку все у нас в стране в так называемом бунташном веке пребывало, этим решили воспользоваться. Воспользовались, как обычно, методом простого налета. По властям проходили эти самые мумба-юмба, монголс. Монголс снова решили нападать на нас. И участившиеся набеги уже стали поднимать вопрос перед Михаилом Федоровичем, а потом Алексеем Михайловичем. А вопрос о том, что пора бы уже нам, наконец-то, достроить этот гребаный Омск, который вы обещали нам. В общем, решили ускорить, форсировать строительство этой крепости. И да, в этом экзистенциальном Омске 17 века, где все очень было трудно с тем, чтобы даже просто построить этот Омск, где люди, по свидетельствам очевидцев, просто сначала брались за эти самые деревяшки, строили остров здания, пытались сделать эту крепость, но потом не бросали, и крепость не была построена. А наконец-то, где-то к концу 17 века, все-таки взялись. Нельзя так просто взять и построить Омск. Ты не можешь просто так взять и построить Омск. Это нереально. И решили все-таки заложить его. Защита, как провозглашалось, защита меновой торговли, а также солидобычи, была главным принципом, на котором стоял Омск, и вообще, в принципе, именно Омск, вот пытались лоббировать в Москве именно так. Но, как вы понимаете, целый век Романовы должны были решать этот вопрос, ибо всем было настолько пофиг на Сибирь, что вплоть до Петра Великого никаких подвижек в этом деле не происходило. Что представил себе Омск? Как вы понимаете, поскольку у меня уже идут мемы, а не рисунки, в нашем стриме, показать вам я не могу. Нет рисунков Омска этого периода. Ну, там, видимо, было степи и какие-то деревяшки. Люди, видимо, жили в землянках. Поэтому омскую птицу вам в ленту, она покажет ситуацию с Омском в 17 веке гораздо лучше, чем я. Не пытайтесь построить Омск. Целый век Омск пытались строить. Новый Тарский воевода Койсаров в 1627 году снова просит царя заложить Острог. И 31 августа 28-го Острог заложен. Но это еще не Омск. Потому что вот этот Острог будет тем Омском, но это еще не Омск. И очень долго будет происходить восстание, перевороты в нашей стране, пока власть Романовых, власть новой династии не устаканится. И все это время Омск пытается отстроиться. Но острая нужда от защиты Ойратов и Джунгарского царства вынудила тех искать промежуточные пути между Умышевым и Тарой. Так вот, между ними, этими городами-связками, должен быть связка торгового города Омск. Пока тогда еще серьезно не говорили об Омске, как о вот такой узловой сети, объединяющей все. Но с этого момента стали. Поэтому Омск это творитель мира. Мне отвечают тут... Мне тут отвечают Алексей Нечаев. Все в порядке, господа, все, кто ищет Крылова. Сейчас мне релевантную информацию сообщают НДП. Спасибо, кстати, что написали. Серьезно большое спасибо. Итак, всем, кто хочет видеть на НДП Крылова, Крылов на НДП будет 16.00 по Москве. А у меня на стриме Крылов будет 18.00 по Москве. Через 2 часа. НДП разогреет для нас Крылова, понимаете? Они взяли на себя такую важную функцию. Они сейчас разогреют Крылов. Крылов придет уже разогретый на наш стрим. А тут мы Канстанину Анатольевичу и зададим эти вопросы. Понимаете? Каверзные вопросы хорошо заводить человеку, который уже разогрет. То есть Канстанин Крылов разогреется на своем стриме, почувствует себя в безопасности. И вот мы зададим вопросы корыстные. Кто построил Омск? Кстати, прошу вас в донатах уже задавать вопросы Канстанину Анатольевичу. Канстанин Анатольевич человек занятой. Мы его долго не будем держать. Но вопросы мы зададим. И поэтому, кроме основной программы вопросов, которые будут заданы Канстанину Анатольевичу, вопросы будут из чата. Вопросы будут от вас, господа. Поэтому максимум внимания. Все те, кто первыми зададят на вопросы Канстанину Анатольевичу, будут боярами. Они будут иметь возможность все это сразу конвертировать. Вы знаете эту фотографию. Это фотография царя Петра. Ну, не его самого, а статуи царя Петра. Выполненная Зурабом Церетели. И сначала она предполагалась на парадную. Статую возле администрации Омска. Но до этого времени произошли всякие перетурбации. И она стала парадной статуей Петербурга. Потому что в его ладошке указ. От воплощающего Иисуса Христа 1703 года, мая 16-го, основания царства Исио, Санкт-Петербург, великий государем, царем и великим князем Петром Алексеевичем. Так вот, эта статуя предполагали поставить прямо в Омске. И из-за этого был спор. Зураб Церетели подарил эту статую Петра Омску. Омск был дико счастлив. И поэтому в связи с этим был мем. Куда поставить ее? И омичи решили поставить Петра вот здесь. На этот гигантский шар, который пытался укатиться из Омска. Поглядите, пожалуйста, на ютубе эту замечательную сцену. Омский шар, который пытается укатиться. Я вам даже покажу его. Это мем, который нужно знать. Если вы не знаете его, вы не знаете Омск вообще, в принципе. Поэтому попрошу внимания. На ваших глазах сейчас шар, который пытается покинуть Омск. Вот съемки с места событий. Понимаете, когда строили этот гигантский валун, символизирующий как основание, так и историю города Омска, шар Омска попытался покинуть Омск. Он укатиться попытался. Поскольку создавали эту скульптуру раздолбаи, они не подумали сделать выемку для этой скульптуры Омска. И поэтому шар под действием ветра стал катиться. Шар укатился. И для того, чтобы зафиксировать его в этом положении, пришлось использовать эскаваторы. Но даже эскаваторы не выдержали. И поэтому было решено сделать ленточку. Чтобы шар не укатился. Растянули ее. Надо... Ну, вы увидите ее чуть-чуть позже. Ленточка, где-то тут. Где-то здесь ленточка была. Подпорка, видите, да? Подпорка. Ленточки, подпорки для Омска. Чтобы не болей Омск, ты упал. Не катись Омск туда, куда не надо катиться. Пригнали технику, чтобы этот шар не укатился из Омска. Что породило мем, не пытайтесь покинуть Омск. Но выемку для этой статуи, вот этого шара, так и не сделали. То есть, если в следующий раз снова задует ветер, Омск снова попытается удрать из Омска. Ну, вот шар пытается, понимаете? Он целые несколько минут пытается выкатиться. И ему не получается. В конце концов, шар остановили усилиями всей страны. Вот видите, посмотрите, это вот наша страна, понимаете? Это вот квинтэссенция. Я ошибся, извините. Я говорил, что к деревьям привязали шар Омска. Нет, его привязали ограничительной линией. Вот видите это, да? Блин. Ленточкой для остановки, для ограничения. Crossline, вот эту вот ленточку. Они привязали к мусорному баку. И на этом мусорном баке зиждилась держава, господа. Держава Омска. Так вот, не пытайтесь покинуть Омск. Люди, которым подарили статую Зураба Церетели и спросили, где вы хотите ее разместить. Мы хотим Петра прямо на Омске. Пусть он держит Омск, чтобы Омск никуда не уехал от нас. То крыша у нас поедет. А так, если Омск опрокинется, Петр Первый своей головой ударится вот о притолоку вот этого самого асфальтированного площади. И тем самым Петр остановит Омск, который пытается сбежать из Омска. Нам передают, кстати, из НДП. Ксен Анатольевич, извиняйте за заминку. Все пойдет по плану. Так что, все в порядке, господа. Это было просто... У нас по времени разные стримы. Наш стрим выйдет, как он и планировался. А стрим НДП выйдет в 16. Мне передает из... Вот руководитель Пермского отделения НДП, который ведет стримы НАЦДЭМ, руководит стримами. Он админ этих самых стримов НАЦДЭМ, передает. Тем, кто хочет посмотреть Константин Анатольевич на стриме НДП, приходить в 16.00 по Москве. У них стрим будет с Константином Анатольевичем в 16.00. А на мой стрим вы придете в 18.00. Все как обычно. У нас в 18.00 начнется. Еще раз приносим извинения. Приносите извинения за заминку. Так что, не переживайте, господа. Стрим с Крыловым будет. Так вот, почему я говорю про Петра, почему я про Шаре этот мем рассказываю. Потому что он, во-первых, классный. Вы же должны знать что-то про Омск. А во-вторых, это отсылка к тому, что наконец-то при Петре, после вот этих перетурбаций, после многочисленных вопросов, после необходимости многократного поднимания вопросов создания этого промежуточного узла торгового пункта, главный, главный сторонник Петра в этом деле, только в 18.00 веке, кстати, это произошло серьезное движение такое, Иван Бухгольц и его замечательный конный портрет, конная статуя. Иван Бухгольц предложил все-таки начать. Расшатаем Русь-матушку, Петр Алексеевич, расшатаем ее наконец-то. Петр Бухгольц выполнил очень важную миссию. Понимаете, вот с 18 века начинается перемена доктрины колонизации Романовых. Романовы берут курс прям, ну, Петр Первый взял быка за рога, Петр Первый даже встал на Омск, черт возьми. Петр Первый сказал, о мечи, к ноге будьте у меня. Держава русская основана в Омске, вот стержневой, стержневой, через Омск проходят все смысловые линии, вот духовных скреп и вот всего остального. Петр Алексеевич сказал и Иван Бухгольц сделал. И чтобы вы поняли, он отправился в экспедицию, но не путайте экспедицию сегодняшнюю, научную экспедицию 18 века. Экспедиция России и любой страны 18 века, если вы смотрели стрим «Галантная эпоха», «Время Вольтера» и «Чемного просвещения», рекомендую вам посмотреть на этом канале. Экспедиция в понимании Петра, это значит, вы берете и, во-первых, забираете донаты, потому что главная цель экспедиции – донаты кэшем. Во-вторых, это путь в Индию, второе, путь в Индию перед Иваном Бухгольцем ставился, через Омск. Через Омск проходит путь в Индию, Петр Первый думал, да. Да, Омск, Индия, недалеко от Омска. А вот, ну, не вините человека, пути торговые в Китай и Индию Российская империя в 18 веке искала через Омск. Омск – центр мира, в конце концов. Поэтому держава Омск, понимаете, только в Омске находится. И Иван Бухгольц сказал, да будет так, государь, найдем этих шестируких индийских дев и поставим их на службу России. Через Омск, конечно же. Через Омск планировать проникнуть в Индию. И руда, конечно же. Интересовала Бухгольца руда, а также постройка города Пайер-Тэшу. Городы Пайер-Тэшу, то есть их сейчас нет, это были просто поселения, но тогда он основывал города Пайер-Тэшу. И вообще экспедиция в 18 веке, это когда не вы делаете карты, исследуете, что экспедиция в 18 веке, это когда вы берете людей, мужиков, оружие, пушки и начинаете просто вот идти по Ир-Тэшу и начинаете с ним делать все, что вам захочется. В частности, именно с этого момента мы берем начало колонизации тотальной. Сибирь начала колонизироваться. Помогал вам в этом Матвей, опять же, Гагарин. Гагарин, но не тот Гагарин, а вот другой Гагарин. Так что я даже открыл вам вот этот Тобол, это постер к фильму Тобол. Как выглядела экспедиция 18 века куда-то далеко. Ну, то есть дальше уральского хребта, понимаете? Для людей 18 века, Россия, все, что дальше уральского хребта, это вообще, это космос, это... Это туман войны. То есть там, монголс, монголс. Вы выходите, понимаете, чуть-чуть дальше, на 2 сантиметра от уральских гор, и там сразу монголс. Там уже прям, ну то есть, там уже тотальная Твин Пикс и пиздец. Вам там не обойтись без оружия. Вот приблизительно Иван Бухгольц, отправленный Петром туда-вот туда, вот приблизительно, наверное, так ассоциировал эту картину. Для того, чтобы она была больше миметизирована, я решил выбрать вот эту фотографию, обозначающую постер к фильму Тобол. Задача Ивана Бухгольца в открытии Омска и закладке первой Омской крепости заключена в том, чтобы отбиваться от вэмонголс, которые все время нападали на этот Омск. И, по сути, еще открыть парочку филиалов Омска, маленьких городов-зубцов, городов-крепостей, которые уже по новому принципу закладывались. То есть Петр Первый начинает колонизацию по-крупному. Это колонизация уже европейского масштаба, колонизация готовой уподобицы колонизации индейцев, Англии, Северной Америки или вот чему-то еще. Потому что то, что делал Бухгольц, это вот как колонизация Америки, вот буквально. Я открыл для вас маленький театральный номер. Это театральный номер из Омска. В Омском театре проходят вечера Омска и на них происходит действие истории Омска. Вот Иван Бухгольц в исполнении одного из актеров смотрит на карту, где корабли плывут. Видимо, они в Индию плывут. Поэтому Иван Бухгольц думает об Индии, ходя в Омск. Он еще не знает, что до Индии далеко. До Китая ближе все-таки. Но это не важно. Суть в том, что люди колонизировали. Люди работали, люди колонизировали. И поэтому задачи... И помогал ему в этом деле губернатор Сибири Матвей Гагарин. Но не тот Гагарин. А вот этот Гагарин. Он тоже на этом театральном представлении сыгран, кстати, сейчас скажу кем. Он неплохо был сыгран заслуженным артистом РФ Сергеем Флягиным. Так вот, Сергей Флягин играет роль Матвея Гагарина. Это губернатор Сибири. Губернатор Сибири в Петровскую эпоху это мужик с бородой. Водка, матрешка, балалайка, коробушка. Это вот тот стереотипический вид русских, который сложился у нас в начале 20 века. О русских среде иностранцев в 19 веке. Такой мужик. Особенно это сложилось после советской оккупации. То есть, вот мужик. Матвей Гагарин вместе с Иваном Бугольцем решили на пару покорить Сибирь. И вот вы понимаете, Матвей Гагарин это человек, который по современнику он был мужланистый, как медведь. Огромный такой. И тупой, да. Губернатор Сибири в Петровское время был огромный, сильный, бородатый, пьяный и главное тупой. Боярам не надо быть умными. Но чтобы дурь с бояр спесить, у Петра был указ специальный. Дабы дурь ваша видна была по-ненаписанному, боярам не предписывается листками. Не предписывается листками глаголить. То есть, заготовленные речи не пишите, говорите как есть, чтобы дурь ваша была видна. Вот Матвей Гагарин, который помогал Ивану Бугольцу в основании Омска. Это вот тот чел, который дурь видна она не только, чтобы открыть рот. То есть, даже не открыв рот, этот прекрасный персонаж, этот Матвей Гагарин, не открывая рот, все по нему ясно уже сразу. И Матвей Гагарин похож еще на одного очень интересного персонажа из Покахонтас. Это вот этот самый чувак, который призывает конкистадоров-колонистов в новом свете, работайте, донаты мне платите. Это мужланистый чел, главная задача в жизни которого донаты. Больше донатов богу донатов. И мечтая о завоеваниях предыдущих поколений, он хочет сделать так, чтобы золото, которое добудется преимущественно в Сибири, досталось бы ему. Потому что, спойлер, да, он верил в золотые копии Сибири. Он этот самый боярин Гагарин верил, что там есть золото, парни, золото. У этих сибирских мужиков есть золото. Почему? Ну, потому что в Американах, то есть Европа, Америка, они же открыли там золото, значит, золото и в Сибири есть. Ройте, ройте, парни, ройте, копайте. Вот это, кстати, песня ройте, копайте. Mine, boys. Mine, boys. Вот этот человек, вы можете сравнить его с тем губернатором из диснеевского мультфильма Покахонтес. Да он вообще просто один в один. Колонизируем все, что можно колонизировать. Когда ему сказали, что... Когда Иван Бухгольц пришел к Матвею Гагарину и сказал, Петр Алексеевич, государь, сказал, пора уже это колонайс вам. Yes! Yes, it is! И, в общем, то, что происходило с Сибирью дальше, это вот как раз то, что вы видели в новом свете. Вот реально. То, что вы видели с индейцами. То, что вы видели с Кортесом. Вот все, что было с Кортесом, вот оно они провернули на пару. Огромное спасибо вам за донат. Мы заканчиваем вот про Матвея Гагарина. Мы заканчиваем про Ивана Бухгольца. И следующая часть Омск будет. Мы остаемся в Омске. Напоминаю вам ставить лайк этому видео. Если вам нравится, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал. Обязательно рассказывайте о нем друзьям. И в конце стрима я прошу вас оставить комментарий. Мне очень важно вашу отклику услышать. Господин Евгений Савойский, большое вам спасибо. На тематический ориентированный стрим, посвященный последовательной игре за Россию в моде Кайзера их. Сделаем. Здоровья вам, Николай. В последнее время здоровье становится все более предикативной ценностью. Спасибо вам большое. Сейчас я почитаю ваш чат, господа. Остановимся. Я понимаю, что так долго слушать мою вот эту нудятину вы не можете. Поэтому остановимся здесь. Матвей Гагарин, который как знаменитый колонизатор из Покахонтес готов продавать все. В общем, это донат, 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 донаты, донаты, донаты. Платите мне. Вот он воспринял, он уписывался от счастья. Он прыгал буквально от счастья. Этот медвежьего вида человек с огромным пузом, с трясущимися подбородками. Этот вот боярин Гагарин, он вот это тот самый дух Старой Московии, еще не вышедший из употребления. Это вот от вас разит Старой Московии, как от советского гражданина тройным адекалоном. Это вот о нем. Это еще не реформированный человек. Вот Иван Бухгольц, это человек-реформатор. Это вот человек, который смотрит дальше. На корабли, на Индию, вот на это все. А вот Матвей Гагарин, это деньги, 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 деньги. Донаты мне платите. Донаты мне платите. В общем, он даже снарядил со своей экспедиции много вьючных животных, чтобы кэшем тонны денег сваливать. Даешь туземцев кэшем тонны. Там рубились сосны вовсю. Матвей Гагарин рубил направо и налево. Заходя в очередное сибирское селище, от этого острова чуть не селища не оставлялись. Когда была основка, стоянка возле руд, рудокопы из всех вот при... Вот, значит так. Ой, раты! Ой, раты! Слушайте меня, ой, раты! Выходите, денег! Вот вам кирки и лопаты! Ой, раты! Зарабатывайте деньги киркой и лопатой! Я чувствую, что там золото, золото, золото! В общем, вот так он выглядел. Здравствуйте, экспонент Игорь Либерцков! Большое спасибо, что вы пришли на наш стрим! Огромное спасибо вам! Две с половиной это алчно, вы считаете, Рукиной? Нет, это не алчно. Это справедливая цена, потому что мне же нужно додумывать все, придумывать сложные теории, все-таки более-менее адекватные и научные. А это требует, знаете, времени и сил. Человек-человек, попробуй при создании записи в Ютубе вырезать из стрима фрагменты, не относящиеся к лекции. Документы подделать. Да-да, господин параноид. Это два стрима 500. Я не против стримов. Масон, Керенского и прочими. Действительно. У того же Буршвакера стрим гораздо длиннее записей. Ну, действительно. Вы же договорились с маргиналом на стрим про Крейсер Либерти. Да, господин Игорь Либерцков, мы договорились. Только мы еще не знаем, когда. Я написал маргинал, он сказал, что когда у него будет время, он напишет. Руки-ноги. Готов на стрим по масонам Керенского по 500? Или о невозможности отречения Николая Второго по закону о престолонаследии? Давайте Керенского. Давайте Керенского. Кстати, кем является Константин Анатольевич Крылов в рамках его парадигматических, производных, систематике, персонифицированных убеждений и взглядов? Если не ошибаюсь, он является нацдемом. Да, принц Евгений Савойский, он вроде как является нацдемом. Спасибо, господин Великий Ярослав. Чаще напоминать нашим зрителям ставить больше лайков этому видео. Чем больше лайков вы поставите на удельные просмотры, тем этот стрим больше будет релевантен. Так что, пожалуйста, мой призыв к вам подписывайтесь, ставьте и рассказывайте друзьям. Попробуйте при создании записи в YouTube вырезать из стрима фрагменты, не относящиеся к лекции. У Бушвакера стримы гораздо длиннее записей. Да, я понял, господин человек-человек. Вы уже два раза написали. Постараемся, придумаем что-нибудь с этим. Лучше кидайте донаты на Киви кошелек Николая. Там без комиссии. Ну да, можете кидать туда. Все дороги ведут в Омск. Тотальная русификация. А как называется картина с Гагариным? Это не картина с Гагариным. Это часть театральной постановки. Ибо Матвея Гагарина нет ни на одной фотографии, ни на одной гравюре. Вы, должно быть, заметили, что у меня много рисунков-мемов просто. Потому что по этой эпохе в Сибири нет ничего из интересного вам. Все, что я найду релевантного того периода, я вам покажу. Они будут чуть позже. Но мы не знаем, как выглядел Боярин Матвей Гагарин. Не знаем. Но вот так представили его на театральной постановке. Мы знаем, как он чувствовал себя. Как он выглядел. Но мы не знаем его гравюр. Но я могу сказать, что он был действительно медвежьего телосложения. Вот такой забулдыга-пьяница. Веселый покоритель фронтира. Даешь фронтир конквест. Яс водка матрешка балалайочка. Так вот, эти парни двинулись сразу же. В июне 15-го 1715-го года на юг по Иртышу. И в ноябре экспедиция дошла до Ямышевского озера. И там построила крепость. Экспедиция дошла до Ямышевского озера. Иван Бухгольц закладывает крепость. Итак, была заложена крепость. То есть не тот Гагарин, понимаете, заложил крепость. А Матвей Гагарин. Вот он сам Гагарин. Вместе с Бухгольцем заложил крепость. Итак, крепость заложена. Но проблема в том, что дотракийцы. Да, эти проклятые дотракийцы, которые не понимают, что происходит. Как бы вы отреагировали, если вы дотракийцы, что заходя на вашу территорию, вы единственный белый человек среди огромного количества этих угабуга-мужчин выстроили крепость и назвали ее именем каким-то весьма русским. Мы не знаем, как она еще называлась, первая крепость, которую основали там по Иртышу. Но она вот находилась возле Ямышевского озера. И джунгары, вот эти джунгары, Холосар, Дрогу и все остальные вот эти вот дотракийцы выдвинули, выкатили Ивану Бухгольцу и Матвею Гагарину ультиматум. Ну, что вообще делаешь? Вы все берега попутали русские. Тут территория монголс. Тут территория монголс находится. Какой Омск, какой там фронтир, высос территорию ов дотракийский холосар, подчиняйся нам. Так вот, джунгары выдвинули такую ультиматум. Как вам кажется, что сделал Бухгольц и Матвей Гагарин, когда дотракийцы сказали им, это наша земля, чувак, это наша земля, ну и так далее. Вот вышла перед вами колонизаторами делегация от летящего ветра парящей стрелы. Ну, вот эти индейцы с кольцами в носах, простите, с перьями в волосах. Вот эти вот летающие копье Нумга-Юмба и его товарищи вышли перед вами и сказали, зачем ты делаешь Дейенерис свои гадкие форты, нахрена они нужны? Что бы вы сделали, чтобы показать свою мощь, как холосар невероятной мощи? Вы знаете, как обезьяны-гоминиды, которые захватывают территорию, они по своим повадкам очень похожи на огромные вот эти вот движущиеся армии джунгар. Они как захватническая кочевая армия лошадей, с людьми только, в отличие их с людьми, которые бродят и просто пожирают все на своем пути. Как бы вы отреагировали на такое предложение, что «Слушай, Ваня, Иван, Ваня-За, Вана-Сан, здесь Нима-Сан, не нужно создавать никаких крепостей, тут лошади наши ходят». Как бы вы отреагировали на такое вот замешательное предложение? «Ваня-Сан, здесь Нима-Сан, здесь Нима-Каркий Код», Господин Параноид, я тоже... Поверьте, спокойно, Господин Параноид, Я тоже сперва охренел, когда корабли из Индии, корабли из Индии, смотрел Иван Бугольц. Но что вы волнуетесь? Бугольц нормально, все в порядке. Люди того времени были неискушенные в географии. Где-то там уже Индия находится, шестирукие индусы уже там недалеко, и Китай недалеко. Поэтому Петр Первый поручил Бугольцу сказать, что Китай уже недалеко, Индия недалеко, поэтому надо заложить крепость. Они идут и основывают первую крепость, и на их пути встает колоссар, который сказал им, уходи, мужик, что ты делаешь? Ну вот так далее. Таким образом, что бы вы ответили ему, этому мумби-юмби? Параноид. Возможно, это действительно отсылка. Мы не знаем всей глубины. Но вот тема, дилемма перед вами возникла, тем не менее. Перед вами стоит такая дилемма, ее как-то надо решить. Пока вы предполагаете, я скину нашему уважаемому стримеру с Нацдем вопроса Крылова, который, чтобы он не дублировал в чат. Большое вам спасибо за Днат, я сейчас прочту его. Руки. Окей, минус 500 на стрим про масонов во главе с масоном Керенским. Я гарантирую, что стрим будет про масонов и про Керенского, но про то, что это будет стрим масонов во главе с Керенским, это уж Керенский глава всех масонов. Господин Руки. У меня есть хорошая информация про масонов в СССР, если вам интересно. Оказывается, да, правда, в СССР существовали масонские ордена. Например, Луначарский входил в орден Красных Темплиеров. Мало кто знает, что Луначарский был масоном. Да, был масоном. Ну и что, все были масонами, рано или поздно. Когда-нибудь все станут масонами. Я сейчас, извините меня, пожалуйста, отвечайте, пожалуйста, на этот вопрос. Мне очень интересно ваше мнение. Я скину уважаемому Алексею Нечаеву, главе Пермского НДП, вопросы Керлова, чтобы он не повторял его на своих стримах. НДП, насколько я увидел, уже сейчас написал новый анонс. Мне так написали, что у них будет в 16.00. Если кто-то не знает, что в 16.00 будет. Извиняюсь за кусочек нашего дискорда, который сейчас выплывает. Я сейчас просто напишу нашему уважаемому Алексею. Форс-мажор, извините, надо было устаканить это. Спасибо вам большое, что вы пишете, кстати, что такие вот накладки бывают. Это обычная ситуация. Спасибо, что вы вовремя отреагировали, чтобы завтра какое-то, может быть, недопонимание возникло между нами. Сейчас напишу ему. Продолжение следует... Кстати, господа, вот вопросы Крылова, которые будут встречены на нашем именно канале. Сейчас, секундочку. Вот вопросы Крылова, которые будут заданы ему на нашем стриме завтра. Были пересланы Крылову. И я их сейчас перешлю уважаемому Алексею. Еще раз большое спасибо, что вы улали эту досадную ситуацию. Завтра могли мы столкнуться интересами. Внимательнее смотрите за всеми трансляциями, говорите, если что. Такие случаи кругом и рядом, поэтому никто от них не застрахован. Спасибо еще раз за то, что оперативно ответили. Так, вы предполагаете, принц Евгений Савойский, либо бы пришли к консенсусу с местным населением, либо попросту наплевал на их предложение. Да, совершенно верно. Холосар, джунгар, который пришел на первый форт, основанный Иваном Бугольцем, напал. Он просто напал. Они напали. Эти пацаны напали. Напали по вине того, что Матвей Гагарин собирал золото. Ну вот буквально золото. Золото Сибири. Золото Сибири. Золото, которое я находил где-то. Они подумали, что это наше. И поэтому возник конфликт. Конфликт наподобие конфликта Картеса и индейца. Прямо вот такие каноничные. Они напали на поселение и разграбили эту крепость. После чего наши колонисты были вынуждены отступить. А потом пойти дальше по Иртышу. В то же время происходит... Это интересно. В то же время внутри этого колоссара огромного, наших джунгар, происходит брожение. Темные, можно сказать, века. Во время переговоров, когда наши колонисты с их мумба-юмбой переговаривались, Извините за то, что я привожу такую аналогию. Просто рисунков подходящих не нашел. Наши конкретно аутентичны. Поэтому аналогию привожу на аналогию. В это время в империи джунгар происходит внезапно восстание. Происходит переворот. Переворот Асана. Это время, названное в истории Казахстана, сейчас именуется в историографии Казахстана, как «Годы Великого Бедствия» или по-казахстански «Октабан шубыртынды». Так вот, когда они захватывают наше поселение и думают, что победили, В это время в их стране громыхает «Октабан шубыртынды». У них происходят шубыртынды. Так вот, одно из кланов, один из кланов не подчиняется другому. Они выходят из-под контроля центральной власти, бесчинствуют на территориях. С 1723 по 1727 вообще идет гражданская война между колоссарами. И это время использует Иван Бухгольц для того, чтобы заложить, наконец-то, тот самый город, ради которого мы живем, Омск. Ну вот, пока идет Елбасы-Колбысы или Большой Килдык. Я очень люблю Джаджа Бинкса, который всегда метко формулирует политические события в «Звездных войнах». И полагаю, что все, что происходило там, за пределами Джунгар империи, на юге от этого колоссара, можно определить емким и метким термином, который ввел в политику великий Джаджа Бинкс – великий Килдык. Короче, великий Килдык накрыл колоссар, и им вынуждены были отступать. Они сначала сожгли наш форт, но были вынуждены отступить. И в это время, да, 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 Шубы-Рэн-Ды, этого великого октабан Шубы-Рэн-Ды, закладывается в остатками своих войск. Бухгольц выходит кустью Оми и закладывает Омскую крепость номер один. Да, правда, наконец-то Петру Первому приходит нарочно и с полным указом. «Mission complete, our emperor! Mission complete!» И вот эта вот самая восстановленная в 3D модели, так выглядел раньше Омск. Первый Омск, первая Омская крепость. Вот его рисуночек. Извините, нету в интернете большего разрешения. Вот чуть покрупнее. 3D модель той Омской крепости, заложенной сразу после великого Килдык, который накрыл Джунгар. Килдык Джунгар накрыл Омск, накрыл всю территорию Омска, поэтому они отступили. И в это время, воспользовавшись их большим Килдыком, Иван Бухгольц и Матвей Гагарин основывают Омск. Да, вот он так выглядел. Это первая Омская крепость. Это не вторая. Это первая Омская крепость. Она приблизительно вот так выглядела в 3D модельке. А ну что, полигоны неплохие. Это уже ничего так город себе. Он обнесен был сразу же крепостной стеной. И это очень важно, башенками. Так что его внезапно с испугу, с налету было не взять. Одно из центральных композиционных решений этой крепости была башня. Главная дозорная башня в самом центре. Далеко от линии укреплений, понимаете? Чтобы можно было смотреть во все стороны издалека. Орлиное гнездо, простреливаемое со всех точек территория. Откуда можно было спокойно обороняться. И эта крепость благополучно до конца практически XVIII века просуществует. И будет мощным опорным пунктом. Здесь берет начало русская колонизация Сибири. Приветствуем вас, господа. Тут имперская колонизация и начинается. А теперь, да, 4-5 мая 1716 года Бугольц с отрядом выходит на территорию современного, то есть это еще не современный Омск, на территорию ближнего Омска. Закладывает в ней крепость. И вот она так выглядит, господа. Она выглядит немножко похожей на Кремль. Вот эти башенки с двойными ступенями. Пушечки, расположенные по краям Звездной крепости и так далее. И мы отчитываем с этого момента город Омск. Конец предпоследней части нашего стрима. Вот с этого начался город Омск. Я сейчас подведу вас к концу этой смысловой части. Мы начнем следующую. А пока, господа, напоминаю вам слать донаты, задавать вопросы и ставить лайки на этих видео. Если вы поставите лайки, все будет прекрасно. Я буду очень рад, если вы поделитесь этим видео с друзьями и напишите в комментариях что-нибудь приятное. Под конец стрима мне очень важно, как вам контент, не падает ли его качество. Мне очень интересно мониторить такие вещи. Хорошо, продолжаем наше прекрасное общение. Омск был заложен. И в 1763 году, уже после знаменитых событий наших дворцовых переворотов, когда Россия снова встанет на путь колонизации, а вот этот Омск и был первым этапом, первым рывком колонизации. Такой город-звезда, город-сеть. Начнется новый этап в жизни Омска с заложением новой крепости. Но перед этим маленькая... Сейчас скажу. Это маленький ликбез. Есть такие люди, которые говорят... Что? А звездная крепость. Вот эти вот города-звезды, звездные крепости. Ну или вот это вот, понимаете, да? Форты, которые распространены везде, по всей территории планеты. Это творение рук внеземной цивилизации. Нас всех похитят, инопланетяне. Есть... Ну то есть, дебилов не исправит ничто. А люди с низким уровнем интеллекта и весьма, возможно, двузначным просто значением IQ придумали идею, что все форты, заложенные, построенные на Земле, имеют звездную форму, и поэтому и это значит, что их построили внеземные цивилизации. Давайте я вам раскрою секрет, какие это были внеземные цивилизации. Это Франция, Англия, Испания, Россия и отчасти Италия. Привет! Вот они, внеземные цивилизации. Потому что в 18 веке были построены по всей территории нашей планеты звездные форты. Звездные форты были центром фортификационных укреплений больших, крупных, защитных цепей. Потому что вокруг этих сооружений проводились сражения или близко к ним. Это тактика 18 века, сражения вокруг звездных фортов. Потому что к ним было крайне трудно подобраться даже с огнестрельным оружием. Это была тактика игр войну 18 века. И все строили, будь то Гавана далекая, Ямайка или даже Куала-Лумпур, строили именно такие форты европейцы в 18 веке. Это было удобно, так было трудно захватить кавалерии, даже артиллерии такие сооружения. И взять их было большой-большой задачей для пехоты того времени. Поэтому звезда стала сам кульным, наиболее употребимым и часто используемым сооружением, формой сооружений для оборонительных укреплений в 18 веке. Никакая-то нахрен не сверхцивилизация их строила, эти сверхразумы. Люди низкого интеллекта и уровня интеллектуального развития, люди с низким человеческим потенциалом готовы выдавать за теорию заговора все, что угодно. Поэтому не поддавайтесь слухам и провокациям. И вот второй, второй форт, вторая крепость была сделана в виде звезды. Да, и тут тоже жидомасоны постарались. Второй Омск, Омск номер 2, заложенный уже после Омска номер 1. Это колония Омск номер 2, из которой вы уже точно не выберетесь. Была вот исторический Омск, исторический центр Омска или центр, сейчас я вам покажу карту более релевантную, да, точно. Карта гопников района Омска. Центральный район Омска наиболее безопасный от гопников, потому что он исторический. И вот в центральном гопниковском районе Омска, где меньше всего гопников, родилась звездная крепость. Звездная крепость звездных войн. Она делалась как звезда, потому что так удобно обороняться от кочевников, черт возьми. Кстати, да, как вам кажется, а почему она звездой была? Как вам кажется, почему звездные форты были в 18 веке? Мне интересно ваше мнение. Он и как раз и будет эмпирическим. заложен Шпрингером. Да, действительно, вы уже угадываете след за мной каждое мое действие. Спасибо вам. Да, он и действительно будет заложен генералом Шпрингером. Я долго искал Шпрингера. На карте, где угодно. Вот, кстати, более релевантная и более полная карта Омска. Уже 803 года, не обращайте на это внимания. Казармы, острог, кардергарди и вот все это остальное. Это было мощное фортификационное укрепление по всем дизайнам, по последнему слову, 18 века. Вокруг которой находились самые разнообразные засечные черты, обороняющие от врагов. И, конечно же, он примыкал к реке, к водным препятствиям естественным, которые было трудно преодолеть. Поэтому настолько хорошо укрепленными и были эти места. Если враг забежит между остриями звезды, то его легко будет оттуда обстреливать с двух сторон. Атаковать острог нельзя, слишком опасно. Да, атаковать острие слишком опасно. Вот поэтому, кстати, именно. И при том, оно рассекало волны наступающих. Острие звездной крепости нужно для того, чтобы рассекать волны наступающих. И это очень удобно, подобраться к звезде нельзя, потому что она ощерена вот этими иголками. Каменные иглы, выходящие из этой звезды, не позволяют вам начать штурм. Потому что вам придется все время наталкиваться на эти непрямые углубления. Форты до 18 века были прямые, их легко было штурмовать. Форты звезды штурмовать трудно, потому что, во-первых, вас будут обстреливать с двух сторон сразу. Во-вторых, вам будет необходимо разделить силы, чтобы атаковать. Не полный вот гурьбой, как вот мы смотрели, помните, предыдущий стрим? Кстати, посмотрите его. Стрим «Крестовые походы». Пожалуйста, посмотрите. Я очень переживаю, что у нас там мало лайков. «Крестовые походы». Там штурм Антиохи, штурм Иерусалима. Это было просто. Огромная толпа народу просто берет лестницу и начинает сбираться. В 18 веке такого не происходило. В 18 веке необходимо было думать головой очень серьезно, чтобы пробить такой форт. И, короче, это было действительно очень сильное ноу-хау того времени. Вот Шпрингер. Насколько мне не изменяет память. Это единственное вообще место, где он нарисован. Шпрингер в Омске. Генерал Шпрингер интереснейший человек. О нем очень мало нам известно, поэтому он интереснейший. Он поощрял театр и искусство. Он первый в своем роде начал оккультуривать русское население. При нем находился адъютант при Шпрингере постоянно. Адъютант Иван Андреев. Адъютант Иван Андреев при Шпрингере исполнял роль также еще главы театра. Так что первый глава театра при Омске это Иван Андреев, адъютант Шпрингера. Он ставил театральные представления, в которых показывал успехи русской армии над покоренными. И даже учил через эти представления театрализованные, как надо поступать с покоренными. В некотором роде это не просто генерал, который сейчас принято генералами называть. Это мозг армии. Это человек, который пытается идеологически даже оправдать колонизацию Сибири. И да, этот человек впервые начал переносить Омск. Этот человек перенес Омск. Старая Омская крепость в 1768 была упразднена. И Шпрингер перенес ее в другое место. Взять и перенести Омск. Понимаете, есть такой мем. Вы не можете покинуть Омск. Но если вы не можете покинуть Омск, это же не значит, что вы не можете перенести Омск. И вот Шпрингер тот, кто перенес этот Омск. Просто взял и перенес. До 1797 года это был просто острог, а не поселение. И вообще Шпрингер по прибытии в Тобольск, до того как он был в Омске, сразу же начал инспектировать засечные черты. И пришел к выводу, что необходимо новая линия укреплений. Еще более суперская. Звездная линия укреплений. Вот звездная линия укреплений. Это заслуга генерала Шпрингера. И эта новая часть, новая веха в освоении Сибири русскими. Это имперские звезды смерти, которые расширялись по всему этому фронтиру. Весь фронтир при Шпрингере был усеян звездами смерти. Против которых спасения у кочевых народов просто не было. Это была действительно гигантская поглощающая волна. Волна звезд. Волна каменных звезд. 3 марта 1763 года его повысили до чина генерал-поручика. И его командировали в Сибирь. Но, собственно, и то, что он там делал, и все, чем обязан Омск Шпрингеру, это заслуга не только его самого, как я уже сказал, заслуга его адъютанта, но и многих людей, которые также сражались, отбивали вот эти самые налеты. И при Шпрингере, наконец-то, наверное, впервые уже Россия обезопасила свою южную границу по Омску. И с этого момента с Омска начался взлет колонизации Сибири. То есть, фактически, дальше колонизация Сибири шла вглубь. То есть, колонизировав ее вширь, мы начали колонизацию вглубь. Этому мы обязаны Шпрингеру и его сети звездных каменных крепостей. Кстати, со Шпрингером еще связан интересный момент. В конце 19 века его могила на неизвестных. Он из оздзейских дворян был, понятное дело. Он был похоронен не на православном кладбище, а и на Верческом. И, это интересно, нежданно-негаданно в 70-х годах 19 века его могилу похитили. Просто она исчезла. Если бы во время большевиков ее похитили, это было бы как-то объяснимо. Но ее похитили в 70-х годах. Шпрингер брал своим авторитетом, брал сильной волей, брал любовью к массам, любовью к своим солдатам. И при нем начали вот зергать огромные крепости повсюду. Где не могли с камнем, обращались с деревом. Где не могли с деревом, пытались делать, ну, хоть что-то. Какие-то просто коле вбивать. И сибирский фронтир, по сути, начал внутрь расширяться и колонизироваться именно при нем. То есть, фактически, действительно, когда Россия вышла из эпохи дворцовых переворотов, она смогла, наконец, заняться собой изнутри. И вот, когда она занялась собой изнутри, и начался взрыв колонизации, колонизационной политики. Вот картина. Эта картина, написанная Лебедевым Константином, называется «Освоение новых земель». И оно в полной мере, кстати, показывает, насколько вот все, что делали колонизаторы на куперных землях. Во-первых, местное население, верующее в шаманизм и анимизм, поклоняющиеся тотемам, духи их, идолы, падали. Начинают строительство церквей и крещение местного населения сразу же. Внутри крепостей замкнутые общины русских, внутри себя самих, вступали иногда в браки с местными. Что характеризует колонизацию сибирского фронтира как смешанную, как южноамериканскую, латинскую, с вкраплениями браков с местным населением. Чем латинское, кстати, обращение отличается от англосаксонского и тем, что англосаксонские пытались культивировать CRISPR государство внутри своих колоний. То есть, и там были и женщины, и дети. У нас большинство колонистов были мужского пола, и поэтому они входили в отношения с местными аборигенками, простите меня. Что превращало в большую латинскую Америку нашу Сибирь поначалу. Но после, с началом распространения эпидемии, которые проходились по Сибири, сразу, например, Оспа невероятно буйствовала, бесчинствовала на территории Сибири в серии 17 века. От болезни Оспы скончалось 80% населения Якутов. Просто в 80% Якутии было покошено эпидемией Оспы. Мы спонсируем самоизоляцию от коронавируса, поэтому наш стрим против вирусов. Спойлеры я решил ввести, это потому что коронавирус все-таки, да? Так вот, первая болезнь, которую принесли русские на Сибирь, в Омск, это Оспа. В первые практически годы середины 17 века 80% населения Якутов, вообще всего народа Якутов, было покошено только Оспой. В 1690 году 44% населения Юкагир тоже погибло от эпидемии. В 18 веке в результате столкновений только лишь военного толка между русскими и аборигенами погибло около половины численности коряк. Половина корякского населения была просто перебита. Это только в боях. Я не говорю про эпидемии и чему. Проводилась политика жестокой ассимиляции, русификации. И когда вам говорят, что мы союзно-согласием все мирились, вот, пожалуйста, интересный факт. Якуты, буряты и тувинцы, доля которых составляла больше 100 тысяч населения в пропорциях современной Российской Федерации, потерпели убытки от населения, от самих захватов в течение 1650-1750 года около 56% их населения. Полностью, половина, то есть где-то населения. И это только не считая следующее, то есть еще будет век. 1750-1850 очередная вспышка захватов колонизации пойдет. Так вот, аналогично русским принимались также обращением в иную веру, обращением в христианство. И кроме того, в отличие от ацтеков, инков и прочих, которых покоряли, в России колонизируемые не имели государственности. Сибирское ханство распалось сразу же после того, как откололось от Золотой Орды. И это напоминало ранее больше смесь, если вы спросите, чем вот можно сравнить колонизацию Сибири русскими, это напоминало смесь традиционной феодальной Испании, колонизации по раннему типу Южной Америки и ранний тип же колонизации опять англосаксонами американского, североамериканского континента. То есть там были не в полной мере контакты с местным населением. То есть русские жили в закрытых крисп-капсулах, но они жили мужчинами, и поэтому выходили иногда. Поэтому митизации полной не произошло, но в то же время не произошло и полного отказа. Например, вот не как англосаксоны, которые вырезали, например. Джордж Вашингтон любил аборигенов, потому что они работали на его плантациях. Если бы вас спросили, как вы относитесь к книге... Простите, сейчас, наверное, это не очень хорошее слово. Как вы относитесь к афроамериканцам? Прекрасно, ведь они работают на моих плантациях. Хорошо работают. Хорошо работают они. Собственно говоря, сами колонизационные предприятия русских на территории Сибири напоминали вот такое вторжение. Не как Рима, не копьем, не наконечником копья. Они вторгались каскадами, каскадные удары, то есть целая вот сеть как звездных фортов, так и коммуникаций, сделали возможным создание углубленных вдаль, вглубь, таких каскадных ударов, маленьких ополчений, которые проникали на неизведанные территории и просто облагали данью местное население. Принося туда, кстати, торговлю, мену, создавая, кстати, условия для их жизни, улучшая качество их жизни. И болезни. А вот с болезнями, болезни было туго, ибо болезни распространялись страшным образом, от них не было никакого спасения тогда при уровне медицины 17-18 века. Остановилось практически невозможно серьезно работать над тем, чтобы обеззаразить больных, и поэтому огромное количество населения, даже среди колонистов, погибало в первые годы основания колонии. Это не напоминает начало расколонизации нового света, где просто поехать, поплыть за океан было невероятно трудным делом. Поехать за пределы Урала тоже было как поехать на другую планету. И вот можно сказать, что они чувствовали, наверное, то, что чувствовали люди, колонизирующие новую планету. Новые места, новые реки, новые озера, которых неизвестно как, кто вообще там ходил. Вот этот дух авантюризма, дух приключенчества, все это было. И Омск стал первым городом, который поначалу разрастался в сеть звездных крепостей, которые начали гигантскую колонизацию России. То есть фронтирная колонизация России началась с Омска. Вот с этого звездного форта, который во все свои концы каскадными ударами, тактика каскадного удара, это основная тактика развития фронтира в Сибири, расширял свое влияние на большие и большие территории. Так начался гигантский, огромный, могущественный шаг России, марш России в Сибирь, закончившийся только на берегах уже Тихого океана. Русских так просто не остановишь. И даже на берегах уже Америки, то есть русские, вплоть до Аляски шли вот таким, именно таким путем. Ну а как они уже развивали Аляску, Форт Роск, калифорнийские предприятия русских, Бизерту и даже Африку? Об этом уже совсем другая история. А я благодарю вас за то, что вы смотрели этот стрим. Надеюсь, вам понравилось. Спрашивайте сейчас меня все вопросы, которые вы хотели, и мы перейдем к просмотру видео. Задавайте ваши вопросы, господа, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь и донатьте. Все ваши донаты пойдут на благие дела новых стримов и на улучшение качества контента. И на покупку микрофона. Я просто понимаю, что вам нужен более качественный микрофон для более хорошего звука. Поэтому иду к вам на встречу. Он передвинул не только Омск, но и свою могилу, вы пишите. Да, Шпрингер такой. Внезапно исчезла, понимаете? Непонятно, как произошло это исчезнение могилы. Но вот это действительно имело место. Принц Евгений Савойский. О, не одобряем уничтожительные расовые эпитеты. Нет, не одобряем, конечно. Отличный стрим, прекрасный стрим. Спасибо вам большое, господа. Мы могли дольше поговорить, просто я решил уделить внимание вам. Мне хочется, чтобы у нас была обратная реакция. Поэтому напишите, пожалуйста, когда стрим закончится, в самом конце. Ваши впечатления в комментариях. Пожалуйста, поделитесь этим стримом с друзьями. Расскажите о нем. Поделитесь лайком. Не пожалейте его. Я очень стараюсь. Я существую, потому что вы смотрите меня. Заднатьте на эти стримы вам, и да будет вам счастье. Я хочу, чтобы наши стримы смотрели миллионы людей. И для этой цели мы делаем. Мы собираемся здесь. Пожалуйста, умоляю вас, скажите, что это для вас важно. Потому что я замечаю, что не так уж много что-то приходит на наши стримы людей. Пожалуйста, я умоляю вас. Что мне для вас сделать, чтобы вы пришли в большем количестве? Я не знаю. Напишите, кстати, в чате, что мне сделать, чтобы вы пришли в большем количестве. Что мне для этого сделать? Серьезно. Я и так с кожи вон вырываюсь. Я не знаю. Но стрим про средневековье вышел у нас неудачно с точки зрения просмотров. Почему? Напишите. Вам не понравился он? Было кринжово. Или не кринжово. Скажите мне, пожалуйста, я буду знать. В следующий раз не делать этого. Итак, господа, нам заказали видео, которое мы сейчас посмотрим. Это видео про коммунистов, которые спасли Россию Бревским миром. Я обожаю смотреть коммунистов. Наконец-то вы кинули мне коммунистов. Спасибо, господа. Перед этим я просто прочитаю ваш чат. Мне интересно с вами поговорить на эту тему. Что мне сделать? Хотите, я вырежу свое сердце и подарю вам на камеру? Камера это стерпит. YouTube нет, но какая разница? Да, господин Анатолий, канал необходима реклама. Ну, сделайте эту рекламу, пожалуйста. Порекомендуйте это видео друзьям. Расскажите о нем своим знакомым. Поставьте лайк этому видео. Это повысит его выдачу в YouTube агрегаторах. В поисковике. И если вы подпишетесь, заставите подписаться кого-то еще, то вы получите уникальную возможность заказывать стримы. Смотреть в нашем сообществе фотографии, которые я выкладываю. И так далее. Раньше всех, раньше других. А те, кто знатят на стримы, получат еще и обложки. Обложечки, это же так здорово, господа. Рекомендую вам подписаться. Пусть каждый наш подписчик призовет подписаться еще трех человек. И тогда, господа, у нас сдвинется что-то. Пусть каждый наш подписчик призовет три человека, чтобы они подписались. А тот еще трех. И тот еще трех. Подписывайтесь, господа. Нам нужно расширяться. Я из кожи вам лезу, чтобы это сделать. На предыдущих стримах, понимаете, было что-то больше людей и вас. Поэтому я спрашиваю сейчас на берегу. Ибо у нас запланировано много стримов. И я к ним готовлюсь. Я спрашиваю вас на берегу. Как вам? Потому что я что-то уже для себя сделал на следующие стримы. Может быть, я должен это поменять. Потому что наши стримы посещают все меньше и меньше людей. И меня это беспокоит. Поэтому, пожалуйста, скажите, что мне нужно поменять в этом канале? На нашем замечательном стриме про средневековье было меньше людей, чем на стриме про Рим древний. Стало ли быть, что мне стоит делать больше видео про древний Рим? В нашем видео про славянское язычество было больше просмотров, чем на видео про сейчас. Вот что на Омск генерала Шпрингера и Ивана Бухгольца. Стало ли быть, что мне нужно делать больше стримов про славянское язычество? Или нет? Напишите. Господин Русский Омич, который задонатил на эти средства, на свои собственные деньги этот стрим. Мне очень интересно ваше мнение. Потому что, собственно, именно вы заказали этот стрим. Про колонизацию, про Омск и про фронтир. Про ранний Омск. Понравилось ли вам? Напишите об этом. Напишите в комментариях. Как вам стрим? Мне это очень важно. Да, господин Адепт Паук, я читал ваши донаты. Я все последние донаты прочитал ваши. Итак, я еще раз, кстати, обновлю. Ваш донат я читал. Дизайн для канала Адепт Паук. Подробности расскажу в личке и дискарде. Да, пожалуйста. Во время стрима, на котором я буду рисовать обложки для Ярослава, нашего прекрасного модератора, на этом же стриме, который будет запланирован, я нарисую обложку вам в прямом эфире. Будет здорово. Это будет и стрим, и вам будет приятно. Вы сможете даже в прямом эфире, кстати, корректировать, что вам не понравится. Так что вот. Да, господа. Масоны во главе с Керенским. Это последнее, что у нас было. И первое видео, которое мы смотрели на донаты. Сейчас, секундочку. Первое видео, которое мы посмотрели. Прочтение во второй половине стрима. И да, Принц Евгений Савойский будет прочтение. Но сначала мы посмотрим видео от наших прекрасных коммунистов. От политштурма, от вот этих самых леваков. Заставка так себе. С момента подписания Брестского мира прошло более ста лет. Этот мир означал выход России из Первой мировой войны, потерю ею ряда территорий, а также выплату большой суммы репараций Германской империи. Противники коммунистов представляют этот договор актом национального предательства и очевидным доказательством существования немецких денег, которыми Германия якобы купила мир у большевиков. Даже внутри самой большевистской партии вопрос о мире вызывал нешуточные дискуссии, разделившие ее членов на два противоположных лагеря. Почему же Брестский мир... Вообще-то, дискуссия о Брестском мире разделила партию на три лагеря. Были те, кто не выступал ни за мир, ни за войну. ...мир был так необходим. И что в действительности стояло за этим решением? К концу 1917 года ситуация на фронтах Первой мировой оставалась неопределенной. Положение центральных держав складывалось в худшую сторону. Людские ресурсы Германии были исчерпаны, а германская промышленность не могла обеспечить армию всем необходимым для успешного продолжения войны. Состояние Австро-Венгрии было еще хуже. К началу 1918 года ей грозил голод, а сама империя раздиралась изнутри национально-освободительными движениями. И таким образом, какая причина была для подписания мира с лузером? Понимаете, вы только что говорите о том, что вы подписываете мир, и что он должен был якобы быть правильным. Но вы подписываете мир с лузером, который неудачник, который уже проигрывает. И, кстати, да, я не зря в самом начале нашего обзора сказал, что было три партии среди большевиков, которые выступали. Одни за мир, другие за войну. И третьи, это важно, не за мир и не за войну. Потому что они считали, что в Германии разразится гражданская война, черт возьми, которой и желали большевики. Я хочу, чтобы вы, уважаемые правые, наконец-то перестали искать здесь заговор немцев и заговор немецких денег. Владимир Ильич, если даже брал от кого-то деньги, он брал их вовсе не для того, чтобы придать интересы. Нет, не для того, чтобы записывать мир. Нет. Владимир Ильич брал деньги только для одного. Для мировой, мать ее, революции. И ради этих целей он угвоздает не только Россию. Нет. Главная цель гражданской войны в России. Посмотрите, пожалуйста, стрим, на котором я вам говорил про Октябрьский переворот. Главная цель российской гражданской войны вовсе не в том, чтобы захватить Россию. Большевикам нахрен было сдалась Россия. Меньше, десятое дело для коммунистов всех стран было захватить власть России. Главная цель захватить власть в Германии. Обстановка в странах Антанты была не лучше. С одной стороны, военные возможности существенно выросли со вступлением в войну Соединенных Штатов. Но наступление, предпринятое Антантой весной 1917 года, закончилось поражением англо-французских войск, огромными людскими потерями и привело к мятежам в армии с требованием заключить мир. Военные действия лета-осени также не принесли успехов. Кроме того, в конце 1917 года войска центральных держав прорвали фронт в Италии, и только прибытие свежих сил французов и англичан спасло Италию от поражения в войне. Для России империалистическая война складывалась еще хуже. Все тяготы войны царизм свалил на рабочих и крестьян. При этом правящие классы вовсе не собирались отказываться от привычной праздной жизни. Получавшие военные заказы фабриканты, хлебные спекулянты и казнокрады бесстыдно богатели. Чем дальше затягивалась война, тем сильнее становился кризис. С марта по ноябрь 1917 года прекратили свою работу почти 800 промышленных предприятий. Большинство из-за них... Большинство из-за того, что произошла февральская революция. С марта, черт возьми, март это уже февральская революция. Пожалуйста, корректируйте свои данные, немножечко точнее. После революции большинство предприятий встало. Ну потому что, блин, революция. Хватки материалов и топлива. Из-за того, что произошла февральская революция. По мере усиления упадка экономики... Потому что произошла февральская революция. Росла зависимость от иностранных военных поставок. Расплачиваться приходилось золотом, зерном и жизнями солдат на фронте. Провал июньского наступления... Красивая архитектура. Провал июньского наступления еще более усугубил неприятие войны. О чем говорит огромное количество дезертиров, около двух миллионов человек. После череды неудач к концу 17-го года Восточный фронт практически перестал существовать. Дальнейшее существование России было невозможным без заключения мира. Германия, которая лузер на всех фронтах. Которая проиграла всем. К границам которой двигаются страны Антанты и присоединилась Соединенные Штаты Америки. Страна, которая объявила войну даже Китай и Япония. Страна, против которой воюет весь мир. Самое время заключить с ней мир! Мы проиграем, если не заключим с ней мир! Да, лол! Как это здорово! В октябре 17-го года в результате революции власть перешла к советам. Декрет о мире, принятый 26 октября, предлагал всем воюющим странам заключить мир без аннексий и контрибуций. Кстати, надо справедливости ради сказать. Большевики, подписывая мир, они не хотели сдавать территории. Большевики, подписывая мир. Как вам кажется, какие границы предлагали большевики, идя на переговоры с Германией? Напишите в чате. А это вас удивит. Ответ вас удивит, кстати. Какие границы предлагал Ленин? Серьезно, сейчас вы удивитесь. А какие границы на самом деле в начале предлагал Ленин? Угадайте какие. Я гарантирую, вы перевернетесь в гробу от того, какие границы предлагал Ленин. Догадайтесь. На переговоры с Германией. Ленин предлагает границы. Это серьезно. Это, кстати, когда вы ответите на этот вопрос, вам сразу все станет ясно. И вот про позицию Ленина, и про позицию мировой революции. Спойлер. Ленин это не предатель. Нет. Ленин хуже. Владимир Ильич Ленин ни в коем случае никого не предавал. Потому что человек, который посвятил свою жизнь уничтожению человечества в мясорубке войны, он не может никого предать, черт возьми. У него совершенно равное отношение пренебрежения как к немцам, так к русским. Поверьте, Владимир Ильич был совершенно искренний. Он ненавидел всех. Всех. Спокойно и совершенно нормально. То есть, поверьте, любимчиков у Владимира Ильича не было. Успокойтесь уже, в конце концов. Игорь Либерцов. Вы предполагаете границы здравого смысла? Нет. Поточнее, какие географические границы предлагал Ленин на переговорах? Какие он предлагал границы? Вот. Вам сказали. Большевики предлагали справедливые границы. Бла-бла-бла. Брум-брум-брум. Давайте чуть-чуть побыстрее сделаем воспроизведение, чтобы повеселее прошел наш стрим. Как вы думаете, какие границы предлагались? Он предлагал, чтобы Германия отдала территорию Пруссии и Галиции от Австро-Венгрии. Так. Он предлагал разделить Россию на три части. А нет, господин Рутенни. Владимир Ильич Ленин просто предлагал... России вернуть границы 1913 года. К началу войны. Ну, война это плохо, поэтому Владимир Ильич сказал. Вернем границы всех стран к началу войны. Серьезно, это не шутка. Владимир Ильич предложил вернуть все границы ко всем довоенным границам. Польша, территория Прибалтики. Все, вот это обратно. Карс, Эрдоган и Батум. Вот все, 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 что было в 1913 году, вот оставляйте это так, как есть. Так что, знаете что, Владимир Ильич, он, конечно, чудовище. Но это чудовище, которое готово упечь вас вовсе не за то, что он не любит Россию. Нет. А из-за того, кстати, вот именно из-за этих территорий он и бился. Потому что по его позиции, чем больше мы захаваем от России, тем шире будет пожар мировой революции. Поляки восстанут, восстанут немцы вслед за ними. Главное, Владимир Ильич очень наставил на том, чтобы граница была вместе с Германией, у России, будущей советской. Чтобы советская Россия не обязательно пришла на помощь пролетариату всех стран. Стадия революции в Германии долбанула сразу же практически. От начала Брестского мира до революции в Германии оставалось несколько месяцев. 9-11 месяцев. Даже не год. Советская делегация с самого начала придерживалась позиции декрета о мире. Заключение мира без аннексий и контрибуций. Освобождение всех оккупированных территорий и предоставление народам права на самоопределение. Освобождение всех оккупированных территорий. То есть возвращение к границам 2013 года. Германская делегация внешне поддержала эту формулировку, но согласилась вывести войска только после заключения всеобщего мира. Одна. А германская делегация сказала наоборот. Она сказала, нет, границам установим в том месте, где остановились войска. Однако это было невозможно, потому что страны-антанты отказывались принять советское правительство и соответственно участвовать в каких-либо переговорах. Вскоре германская сторона заявила об отказе от предложенных условий мира. Германская сторона с самого начала заявила об отказе условий мира. Предотвратители-антанты не явились на переговоры и прежние договоренности потеряли силу. Разрыв переговоров означал бы продолжение боевых действий, но продолжать войну со старой армией советская Россия уже не могла. Рано или поздно советской делегации пришлось бы согласиться на крайне невыгодный для страны мир. Проблема осложнялась тем, что в партии большевиков не было единой точки зрения по вопросу о мире. По мнению Ленина, для спасения революции в России мир должен был быть принят на любых условиях. Смотрите, для спасения революции в России, понимаете, для Владимира Ильича уже в этой формулировке расставлены все приоритеты. Для спасения революции в России, понимаете, не для России, не для спасения нашего государства, а для спасения революции в России, или точнее, эволюции в Госсии. Советская власть получила бы время для восстановления экономики страны и борьбы с контрреволюцией, а главное, смогла бы оправдать доверие рабочих, крестьян и солдат, которые требовали мира. Для успеха социализма в России необходим промежуток времени, в течение которого социалистическое правительство должно иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране и для налаживания широкой и глубокой массовой организационной работы. Иными словами, Владимир Ильич хотел повернуть штыки солдат внутрь своей страны, чтобы начать гражданскую войну, чтобы развязать руки партии для массового террора на нашей территории, чтобы перевести тяжесть гражданской войны на весь мир. Цель была в том, чтобы обратить штыки солдат против своего собственного государства и начать гражданскую войну с целью дальнейшего перерастания в мировую всемирную гражданскую войну. Существовала точка зрения так называемых левых коммунистов, Бухарина, Радика и других. Они стояли за войну против международного империализма. И поэтому они рецидивисты, правые уклонисты, левизионисты и мизисты. Мы не одобряем Бухарина и этих самых сволочей, которые продолжать войну хотят. Сволочи! Ужас! Война это плохо! Не одобряем! ... заявляли о готовности идти на возможность утраты советской власти во имя интересов международной революции. Во имя интересов России вообще-то. Потому что без России ваша международная революция пошла в задницу. Кстати, здесь подмена понятий. Они были готовы в интересах мировой революции пойти в войну. Вообще-то в интересах России они бы шли на войну. Ибо революция как раз предполагала закончить войну и начать гражданскую войну. В интересах революции было бы как раз не воевать, а начать подрывную деятельность в Германии. Кстати, большевики сразу же после того, как начали развязывать свои руки, они начали подрывную деятельность в Германии. Да. Ссылаясь на опыт французской революции, они полагали, что большевики сумеют вдохновить российских рабочих и крестьян на поход против центральных держав и помочь революции в Европе. Промежуточная... Вообще-то именно Ленин и был сторонником теории Великой Французской революции и теории Робеспьера, потому что, блин, вы знаете, Французская революция в мирное время произошла не в войну. И она объявила войну после двух лет мира. В 1792 году Франция объявила войну Австрии. Да, блин, поэтому Ленин и хотел взять себе передышку, чтобы увидеть войну. Кстати, в 1918 году война закончилась. В 1920 году наши части стояли возле Варшавы. Если я не был сторонником теории заговора, то бы посчитал, что Владимир Ленин повторяет все максимы французских революционеров, а точнее Филиппа Эгалите. Позиция Троцкого «Ни мира, ни войны» предполагала прекращение войны и демобилизацию армии без формального подписания мирного договора. Их позиция основывалась на том, что пролетарской революции нельзя идти на соглашение с империализмом, что сепаратным миром Советская Россия оттолкнет от себя широкие массы пролетариатов. Это, кстати, плакат весьма показательный. Я его демонстрировал вам на стриме про Колчака, на стриме про Гражданскую войну. Цель большевиков в Гражданской войне, как вам кажется, какая? Это вопрос к вам, господа из чата. Мне очень интересно с вами подискутировать здесь. Я не хочу, чтобы ваше времяпрепровождение было пробото зря над каким-то стримером, который просто смотрит и тупо комментирует, тупо комментирует. Как вам кажется, цель революции, цель Гражданской войны в большевиков какая? Это интересный вопрос, господа. Напоминаю вам подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео и задонатить все ваши донаты и все ваши вопросы. Я сейчас читаю и на них отвечаю, господа. Как вам кажется, какая цель преследовалась большевиками в Гражданскую войну? Это важно. Как по-вашему, какая цель была у Владимира Ильича Ленина? У человека, который поставил себе невыполнимую задачу руководить всемирным интернационалом в столицу Москву, которого встекались все компартии планеты Земля, который держал в своих руках стержневые ниточки всех боевых террористических отрядов этой планеты. Европа как минимум. Какая была цель у Владимира Ильича? Захват территорий. Обосноваться во России. Истребить всех контрреволюционных. Затем использовать военные ресурсы и двинуться на Запад, на Европу. Мировая революция. Да. Это, кстати, более точный ответ. Господин аристократ, метамодернист. Это мировая революция. Цель Гражданской войны – это мировая революция. Если вы посмотрите на ограниченную серию тарелок, выпущенных в 2018 году, они начинаются лозунгом «Да здравствует Всемирная Гражданская Война». Цель Гражданской Войны – пожалуйста, отойдите от этих замшелых ваших национальных представлений о том, что Владимир Ленин думал об интересах государств и так далее. Нет. Владимир Ильич, создавая революцию, думал только об одном – о перерастании этой революции в Гражданскую Войну. Во Всемирную Гражданскую Войну. На карте 19-го года Гражданской Войны в России не обозначено ни одной территории дальше Уральского Хребта. И вся Европа входит в эту территорию. То есть фронтом Гражданской Войны должна стать была Европа. На Западе, а внутри страны у контрреволюции появится еще один повод для борьбы с большевиками. Кроме того, тяжелое положение Германии и Австро-Венгрии позволяло предположить, что монархии в этих странах будут свергнуты со дня на день. Какой смысл заключать с этими монархами мир? Потребуется заключать мир с немецким империализмом. Разгорелась острая внутрипартийная дискуссия, от которой зависела судьба Октябрьской революции и советской власти. В этих условиях было принято решение затягивать переговоры. Троцкий, ставший главой советской делегации, справлялся с этой задачей путем запутанных высказываний, ухода от прямых ответов и длительных споров по многим вопросам. Каждый день давал советскому правительству ценное время для изучения обстановки на фронте, в тылу и выработки правильного решения. Каждый день росло число забастовок, демонстраций и голодных бунтов. Собственно, решение затянуть переговоры, это было единственное здравое решение. Затягивать переговоры. Затягивайте их. В городах центральных держав появились новости о создании рабочих советов. Шло постепенное разложение германской армии. Но сторонники войны выдавали желаемое за действительное. Несмотря ни на что, центральные державы продолжали контролировать ситуацию в своих государствах, а их армии оставались грозной силой. При таком положении дела, писал Ленин, было бы совершенно недопустимой тактикой ставить на карту судьбу начавшейся уже в России социалистической революции, только из-за того, начнется ли германская революция в ближайший срок. Такая тактика была бы авантюрой. Так мы рисковать не имеем права. И германская революция вовсе не затруднится по ее объективным основаниям, если мы заключим сепаратный мир. Вероятно, на это время угаршевинизм ослабит ее, но положение Германии останется крайне тяжелым, и агрессивный империализм будет до конца разоблачен с обеих сторон. Ключевым стало заседание ЦК партии большевиков 11 января. Спасибо вам большое за днат, я его прочитаю после этого видео. Января 1918 года. Формула «Ни войны, ни мира» набрала маленькое преимущество. 9 голосов «за» при 7 мнениях «против». Видимо, это и определило последующее поведение наркома иностранных дел. 28 января Троцкий передал делегатам центральных держав письменное заявление, в котором говорилось о выходе из войны и демобилизации армии. Это привело к прекращению перемирия и началу боевых действий. В этот же день Троцкий самовольно послал телеграмму главнокомандующему Крыленко, в которой потребовал немедленно издать приказ о прекращении войны и о демобилизации армии. Узнав об этом распоряжении, Ленин попытался немедленно отменить его, но его сообщение не пошло дальше ставки Крыленко. Троцкий начал переговоры в Бресте, великолепно использовав их для агитации. «Мы все были согласны с товарищем Троцким. Между нами было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев. После ультиматума мы сдаем». Тактика Троцкого, поскольку она шла на затягивание, была верна. Неверной она стала, когда было объявлено состояние войны прекращенным, и мир не был подписан. Не оказывая никакого сопротивления немцам... Знаете, когда я читал сталинский учебник истории, «Троцкий присутствовал в гражданской войне везде». Ну, то есть, Троцкий присутствовал везде, как... Если он присутствовал где-то, то он присутствовал везде где-то, как вот... Троцкий подсыпает соль в чай Ленину! Троцкий подсыпает... Троцкий крадет, ворует носки у Ленина! Троцкий... Какой ужасный Троцкий! Просто, знаете, человеку успеть нагадить везде так тяжело. Сейчас должен появиться еще, чтобы картина приобрела полный смысл. Сталин, который сказал, «Нет, позиция Владимира Ильича, верна!» Русская армия начала откатываться на восток. Немногочисленные отряды Красной гвардии и только что созданные рабоче-крестьянской Красной армии, несмотря на упорное сопротивление, не могли задержать продвигающиеся немецкие войска. Ленин снова поднял вопрос о заключении мира. Но борьба в партии продолжалась. Бухарин и ряд левых коммунистов подали заявление о выходе из ЦК и начале агитации против заключения мира. Утром 23 февраля в Петроград пришла телеграмма германского правительства с новыми, гораздо более тяжелыми условиями мирного договора. На очередном заседании ЦК, после множества доводов за мир, Ленин прибегнул к последнему средству. Он пригрозил, что если мир не будет подписан, то ему придется уйти с поста председателя Совнаркома и выйти из ЦК, что грозило расколом партии. Вскоре от местных советов пришли ответы на запрос об отношении к миру. За мир было подано 250 голосов, а за войну – 224. Протесты еще продолжались, но стало ясно – мир должен быть заключен. Кстати говоря, это еще раз показывает вам, насколько Владимир Ильич Ленин ценит больше власть, чем что-то еще. Владимир Ильич готов рисковать на грани просто политической смерти, чтобы уцепиться за власть. И это показывает вам, насколько Владимир Ильич побеждал вовсе не ораторским даром. Нет, Владимир Ильич побеждал тем, что он был упорным. Ничто в мире не заменит вам упорства. Ни талант, ни связи, ни деньги, ни знания. Владимир Ильич – до чертовщины упорный человек, который пойдет до конца. Поэтому Владимир Ильич победил. Поэтому всех тех, кто против него были, они проиграли. Потому что даже при полной неподдержке всех, даже при сопротивлении ото всех, Владимир Ильич всегда побеждал, потому что он был упорным. Он говорил все равно «Есть такая партия! Я пгав, а вы просто сволочи, не понимаете моего генемального замысла». Да, поэтому Владимир Ильич победил. Потому что он плевал на всех. Он плевал на мнение всех, вот буквально. И он сказал «Будет по-моему, и вы привыкнете к этому, сволочи». «Потому что мы за защиту Отечества, мы требуем серьезного отношения». Кстати, господа, это единственная цитата Ленина, где он сказал «Потому что мы за защиту Отечества, товарищи». Представьте себе, что нужно было надавить на Ленина, чтобы он сказал «Мы за защиту Отечества, Отечества, товарищи». «Мы объявляем беспощадную войну революционной фразе о революционной войне. К ней надо готовиться длительно, серьезно, начиная с экономического подъема страны, с восстановления всюду и везде строжайшей революционной дисциплины и самодисциплины. Мы обязаны подписать с точки зрения защиты Отечества самый тяжелый, угнетательский, зверский, позорный мир. Не для того, чтобы капитулировать перед империализмом, а чтобы учиться и готовиться воевать с ним серьезным, деловым образом», писал Ленин, доказывая верность своей точки зрения. 3 марта 1918 года мир был официально подписан всеми делегациями и окончательно ретифицирован 16 марта. СФСР лишалась ряда территорий, была обязана демобилизовать армию и разоружить флот, уплатить контрибуцию, а также была вынуждена прекратить поддержку коммунистов в Финляндии. Какими были итоги этого тяжелого? Но не в Германии. Вопрос шел только о коммунистах в Финляндии. Но не в Германии. О Германии договора не было. Кстати, когда германская империя рухнет, советская власть и большевики разорвут Брестский мир. Брестский мир большевики будут соблюдать вплоть до ноября 1918 года. И это тоже не любят говорить сами большевики, потому что фактически впервые пушки, замолкнув в ноябре 1918 года, снова начали свою песнь благодаря большевикам в 1918 году. Снова. Началом наступления на все территории, которые были отторгнуты. Как и ожидалось, Брестский мир подстегнул гражданскую войну. Контрреволюция, еще недавно желавшая пригласить немцев в Петроград, стала называть большевиков предателями. Так вот, понимаете, Владимир Ильич это была его тактика. Это был скрытый замысел. Война, подписание мира с Германией, она запустила еще более радикальную гражданскую войну. Она подстегнула гражданскую войну. Владимир Ильич гений. Он подстегнул гражданскую войну внутри своей собственной страны. И если это не было его коренной задачей, целью, этим опусом магнума, я не знаю, вы просто идиоты, если вы так думаете. Но история доказала правоту ленинской точки зрения. Высвобожденные войска не помогли центральным державам выиграть войну, а только усилили брожение в их рядах. Менее чем через год, в ноябре 1918 года, в Германии произошла ноябрьская революция, которая позволила большевикам денонсировать договор. Брестский мир был необходимой, вынужденной мерой. Благодаря ему Россия смогла выйти из мясорубки Первой мировой войны и избежать полной оккупации другими державами. А также начала восстановление расстроенных промышленностей и путей сообщений. Именно Брестский мир стал отправной точкой в деле спасения страны и построения будущего социалистического государства. Он дал стране жизненно важную передышку, благодаря которой на смену разложившейся царской армии пришла Красная Армия, способная дать отпор иностранной интервенции, пережив ряд поражений и отступлений в Советском... Кстати говоря, здесь есть еще один интересный момент. Никто не смог дать отпор, а вот Красная Армия в первичном меньшинстве, но потом благодаря главным рекрутингам нашей прекрасной командной административки, набравшей дефолт на тонны-тонны людей, просто принудительным массированным военным коммунизмом смогла отбиться ото всех. А не в малой степени благодаря тому, что Владимир Ильич насрал на интересы всех. Вот просто. И если вы хотите победить в гражданской войне, вам нужно действовать как Ленин. Просто вот брать и говорить, я тут прав. Я тут прав. А если вы не согласны с этим, ну, собственно говоря, для этого у меня есть штыки. ...власть смогла с новыми силами начать наступление на Капитал. До связи. Мне нужно начать с новыми наступления, с новыми силами на Капитал. До связи. Связь сразу вам еще не подключили, я полагаю. Спасибо вам большое за днат, господа. Я сейчас прочту его. Огромное спасибо, господин Анатолий, на развитие канала. Я буду очень рад, если таких донатов будет больше. Если не просто вы задонатите меня на стрим, а просто, потому что вы мне... Потому что я вам нравлюсь, вы задонатите меня немного. Спасибо вам большое. Итак, господа. Для прочтения на второй половине стрима давайте прочтем. Но перед этим... Все понятно, Брестский мир. Так, 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 вопросы, вопросы. Видео на заказ. Так, вот, YouTube. Нам предложено прочитать статью. Я обожаю статью. Как вам видео? Надеюсь, вам оно понравилось, господа. Да, что же мы будем делать без Ленина? Ну, как видите, без Ленина что-то сделали. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Поставьте лайк этому видео, если вам нравится, что я делаю. Поддержите меня рублем. Пожалуйста, задайте на просто развитие этого канала. И, пожалуйста, распространите это видео среди своих друзей. Итак, сырое тесто русского бытия в поисках русского логоса. О, господи, 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 это неужели Дугин? Как русский философ по сусекам скреб. Случается, что в среде славянофилов встречаются такие чистолюбцы, которые готовы пойти на любые ухищрения и подлоги. «Встречаются контрреволюционеры среди наших славянофилов» в попытках выдать свои собственные амбиции и фантасмагорические образы за общенациональные. Удивительно ли, что среди своего народа они, в общем-то, отклика не находят, их попросту не понимают, а вот за пределами их страны вполне. И делают они это не из невежества и самонадеянности, как некоторые другие из их числа, а от того, что их заумь окончательно победила здравый смысл и развилась тяжелую неизлечимую болезнь. Как правило, пациенты предоставляют собой как раз тот исчезающий тип человеческих анархонизмов, которые взрастили себя на античной французской и немецкой философии, но не пожелали расставаться с туземным обычаем собственного народа. Разрыв с действительностью доводит апостолов карго-культа от подавленного невротизма к состоянию, близкому к припадочности. Я читаю, будто какой-то невероятной чистоты слога, глубокий философский трактат у человека, который бомбит. Достоевский сам называл себя эпилептиком, склонным к тяжелым припадкам, судорами и потерей сознания, что является симптомами невроза. Впрочем, схожую картину можно наблюдать повсеместно, где туземные национализмы развелись в качестве имитационного парадокса, ответной реакции на политику колониализма и технической экспансии западного мира. Стоит ли удивляться, когда стабильный философ-традиционалист заявляет о том, что собственными силами собирается возродить то, чего никогда не было, а именно философию, философии никогда не было, свою собственную русскую философию. Как спросите вы, такое возможно, чтобы можно было возрождать то, чего никогда не было, и является ли это своевременным? Русской философии только что не было, вам об этом сказали. И является ли это своевременным? Создание нового собственного логоса больше отдает компиляции, чем творческим процессам, способным хоть на йоту обогатить мир. Как бы то ни было, ответ не очевиден, хотя и предрешен. Для особо сметливых в поисках века русских философий, исключая эпоху советского модернизма, неизбежно придется ссылаться либо на тексты православных религиозных мыслителей, либо апеллировать к 18 и 19 столетиям, то есть двум векам русской истории, когда происходило наиболее интенсивное взаимствование русского культурного наследия Запада. Я не вижу ничего плохого в этом. Что, вы серьезно заявите что-то плохое в этом? Ну пусть придется, ну да, и там что-то плохое в взаимствовании к Западам? Ну понятно, нам нужно в пещеры возвращаться. Как в плане литературы, так и искусства, и в плане науки и технологий, включая общественные институты. И не беда, что русским литераторам зачастую не хватало слов при переводе с французского языка, что способствовало многочисленным взаимствованиям. Нормальная практика. Главное это то, чтобы русское непременно было признанным философским, иначе рессентимент и первоментно вела текущая шизофрения. Господа, я будто бы, не знаю что, будто бы интеллектуал пытается замазать штукатуркой свою вещь. Обязательно нужен рессентимент. Я люблю бедкомедия, на которой косплеит такого вот, знаете, присвященного жизнью литератора. Понимаете, рессентимент, это очень важно. Элевант, это вот самое... Господи, насколько я далек от этого всего. Я понимаю, что умные, далекие от реальности мужики надрачивают свое эго, но нельзя же показывать это настолько открыто. В общем и целом, славянофилы с готовностью загнава в угол зверя, готовы со стервенением наступать на те же грабли, которые уже наступали, где-то в порыве мелкотравчатого популистского шовинизма в конце 19 века. Разумеется, корень проблем в том, что насажденная сверху культура была разощена в иных условиях и брошенная в каменную почву, она не находила ни понимания, ни поддержки народных низов. Надо полагать, что на самом деле такие обстоятельства являлись стимулирующими для подъема русского национализма в скобочках, 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 скобочки снова после скобочек, но после скобочек надо скобочки поставить, закономерно выплеснувшегося в форме большевизма. Да, правда, русский национализм это большевизм. Продолжаем. Славянофилы пытались устранить отрыв от земли, от корней, игнорируя факт собственной образованности, обшивочно принимая ее за некую одаренность русского народа, проще говоря, рассматривали ее так, как дикари смотрят на кого-то, принесенным им груз стальными небесными птицами. Собственно, ничего нового с тех пор славянофилы не изобрели, кроме как пользуясь западным инструментарием и методой, пытаться обрести Китежград, де-факто построить свой ЮАР, без плантаторов и унизительного колониального прошлого. Здесь вновь придется напяливать лапти, махала и вышиванку, либо, отказавшись от них, все же покориться, задавив себе многовековую татарщину и следя о парадигме изнанных колонизаторов. Кто это писал? Кто это пишет? Господин принц Евгений Савойский, что у вас... Кто это поставляет вам такую забористую вещь? Быть может, удачной и показательной иллюстрацией к сказанному выше станут выдержки из народной монархии, а печально известного русофила Солоневича. Печально, потому что с концы с концами при всем старании так не сходятся. И, собственно, не врет автор, как водится, придирает и как бы сам себя исподвольствовать в своей правоте убеждает. Ну а как же факты? Фактам бой. На ваши факты у нас есть контрфакты. Контрафакты. Во имя силы доскрежить зубного натянутого оптимизма. Примитивный московский царизм. Единственная форма правления еще и сейчас, естественная для русского. В царской России не было буржуазии, не было государства вообще, совсем не было город... О, как это интересно. Наконец-то я начал. Я начал втягиваться. Вот, вот, вот. Наконец-то автор показал себя. Господи, господи. Я уже прискучал. Наконец-то началось вот это. Итак, в царской России не было буржуазии, не было государства, не было городов. О, да! О, да! О, да! Наконец-то! Скажи мне что-нибудь еще, грязный ублюдок. Возьми меня здесь сейчас. Москва неебела собственной души. Унтергартен Дес Абленстралис. Два страницы 232. Конечно. Оскар Шпен... О, конечно. Да, давай, давай. Ломай меня, детка, полностью. Оскар Шпенглер. Начался, началось. Оно пошло. Наконец-то! Два абзаца ты просто стеснялся. Ты ломался сказать мне об этом. Ну, давай уже, детка, расскажи. Оскар Шпенглер не принадлежит к числу самых глупых властителей Дум Германии. Ей значительно глупее. И эту цитату нельзя целиком взвалить на плечи пророка гибели Европы. Он все это списал из русской литературы. У нас прошел как-то малозамеченным факт, что вся немецкая концепция завоевания Востока была целиком списана с произведения русских властителей Дум. Основные мысли портагеноса Альфреда Розенберга почти буквально списаны с партийного товарища Максима Горького. Достоевский был абоссосан до косточки. Золотые россыпи толстовского непротивленчества были разработаны до последней песчинки. А потом получилась форменная ерунда. Унылые таракани и странствования, которые мы называем русской историей, формулировка Максима Горького, каким-то непонятным образом пока что кончились в Берлине и на Эльбе. Любовь к страданию, открытая в русской душе Достоевским, как-то не смогла уложиться в режим оккупационных шпенглеров. Каратаевцы взялись за Дубьо и Обломовы, прошли тысячи две верст на восток, а потом пошли три тысячи верст на запад. Как они взялись, уже известно, без всяких дифирамбов. С американским снаряжением, заградотрядами, гулагами, заводами-тюрьмами, где умерли прямо за станками и потерями на фронте в соотношении 7 к 1. И нация, назначение которой еще в течение ряда поколений жить вне истории, сейчас делает даже немецкую историю. Делает очень плохо, из ряда вон, но все-таки делает. Наша великая русская литература, за немногим исключением, спровоцировала нас на революцию. Господи, это кошмар. Это кошмарно. Пушкин к другу. Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Это вот там уже призыв к революции был. Товарищ Пушкин обращается к нему. Товарищ, товарищ. Нет, нужно бы это сказать грузинский. Товарищ Верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. А наша великая русская литература спровоцировала революцию. Она же спровоцировала немцев на завоевание. В самом деле, почему же нет? Тараканье странствования. Бродячая монгольская кровь, любовь к отстраданию, отсутствие государственной идеи, обловывая каратаевы, пустое место. Природа же, как известно, не терпит пустоты. Немцы, потерпи, не пустое место, указанное им русской общественной мыслью. Как и русские, в революционный рай им тоже мыслью предуказана. Я думаю, точнее, я надеюсь, что мы, русские, от философии излечились навсегда. Немцы, я боюсь, не смогут никогда. О своих безнадежных спорах с немецкой профессурой в Берлине в 38-39 годах я рассказываю в другом месте. Здесь же я хочу установить только один факт. Немцы знали русскую литературу, и немцы сделали из нее правильные выводы. Логические и политически неизбежные выводы. Если с давних пор привыкли верить мы, что нам без немцев нет спасения, если кроме лишних и босых людей на Востоке нет действительно ничего, то нужно же, наконец, этот Восток как-то привести в порядок. Почти что Петру добрый анштальт завести. Анштальт кончится плохо. И самое удивительное, не в первый раз русские провоцировали немцев напасть. Понимаете, русские провоцировали. Мы без немцев не можем, мы провоцировали их. Немецкая профессура, папа и мама всей остальной профессуры в мире, в самой яркой степени отражает основную гегелевскую точку зрения. Тем хуже для фактов. Я перечислял факты. Слушайте, это не германофилия, вас далеко не заведет. Немцы мировые лузеры. Я не философ, не заказываю. То есть, понимаете, я не лингвист, я не философ. Немцы лузеры мировой истории. Да, лузеры мировой истории имеют хорошую профессуру и классных философов. Но вы лузеры. Это как утяжительный приз. You tried. Возьми медальку. У тебя хорошие философы. Это круто. Да. А теперь чисти мне ботинки. Арбайт, Арбайт. Против каждого факта каждый профессор выдвигал цитату. Вот вроде Горьковский. Цитата была правильной, неоспоримой и точной. Она не стоила ни копейки, но она была научной. Так в умах всей Германии, а вместе с ней вероятной во всем остальном мире, русская литературная продукция создала заведомо облыженный образ России. Вот образ спровоцировал Германию на войну. Русская литературная продукция была художественным, но почти сплошным враньем. Сейчас же в этом не может быть никаких сомнений. Советская комендатура на престоле немецкого мирового духа. Русская чрезвычайка на кафедре русского богоискательства. Волжские немцы и крымские татары, высланные на север Сибири из бывшей царской тюрьмы народов. Пролетарии всех стран, вырезывающие друг друга пока что до предпоследнего. Все это ведь факты. И вопрос заключается в том, какие именно новыми цитатами будет прикрыта бесстыдная нагота этих неоспоримых фактов. Из-за выражения царь Петр собственноручно рубит головы русским философам, поднимая тост с господами немцами. Да, да, да. Не было, наверное, более русского человека у нас в стране, чем Петр Первый. Ну, потому что он заботился о России и очень ее любил. А то, что немцы спровоцировали нас, то, господи, это страшная вещь. Георг Первый, где на леденцы? Спасибо вам большое. Да, спасибо огромное, потому что я действительно очень... Ну, вы поняли, что я простужен, поэтому не коронавирусом, не переживайте, но просто чувствую себя очень плохо. Спасибо вам большое за такой интересный текст. Резюме мое по тексту такое. Сейчас, секундочку. Так вот, резюме мое такое, господа, что верить в то, что русские пытаются свои философии спровоцировать вас на войну, это как, наверное, верить, что Гегель провоцировал механическую картину мира, Оскар Шпенглер провоцировал развал Европы, закат мира, да. Ну, это, понимаете, вилами на воде рисуете, вилами на воде. Русские никогда не имели своей философии, потому что Петр их резал, Петр их резал, ужасно резал. Да, кстати, наша философия-то вообще, она привела к большевизму, Пушкин об этом писал. Это очень здорово, господа. Господа, мне было очень приятно с вами пообщаться сегодня. Обязательно приходите на следующий стрим Крылова. Обязательно, господа, я буду очень рад вас видеть там. Я сейчас почитаю ваш чатик. Ставьте лайки. 35 лайков слишком мало для кого прекрасного стрима, вы не думаете? А я думаю, поэтому ставьте лайки, господа. Подписывайтесь на этот канал, донатьте на вопросы и просто на леденцы мне, потому что я хочу избавиться уже от этой болячки раз и навсегда. И мы будем с Крыловым беседовать на ваши темы. Кстати, задавайте вопросы в донатах Крылову уже сейчас, потому что я буду читать вопросы Крылову от начала вашего, от первого доната. После того, как мы пройдемся по всей программе нашего стрима, Крылов будет отвечать на ваши вопросы. Принцип Евгений Савойский. Сей текст был написан парадигматически инспирированными национал-социалистами-русофобами, навязчиво строящими себя аксиологического германского инстократа, цитирующего Астольфа де Кристина. Элегантно, элегантно, господин принц Евгений Савойский. Почему царская власть не ликвидировала Ленина и ему подобных? Владимир Ильич Ленин сидел в Швейцарии, трудно дотянуться. Принц Евгений Савойский. Для лучшего понимания ситуации советую мельком полистать ленту с его сообщества, все сразу встанет на свои места. Почитаю обязательно, поглядим мы. Да, кстати, вопрос. Аристократ, метамодернист. Спасибо вам, что задаете. Так почему все так топят за Ленина, но не любят Троцкого, если все-таки они близки, идеологически и оба хотят все сжечь? Реально, все произошло из-за того, что произошла у нас в стране сталинизация, в результате которой Троцкий был назван агентом, шпионом и врагом, подрывником рабочего класса. Поэтому Троцкого не любят. Но если разбираться в реальности, Троцкий как никогда более последовательный сталинист. И в стриме, который вы заказали про Троцкого на предыдущем стриме, я буду об этом говорить. И да, буду говорить вам о том, что случилось бы с нами, если бы Троцкий победил. А Троцкий мог победить и забить Сталина. То есть Троцкий вполне реально мог вместо Ленина у нас поправить. Это было очень вероятно. Проблема в том, что у нас случилась сталинизация. Курс на сталинизацию. И тогда Сталин сказал, что все его противники, они шпионы. Кстати, я думаю, как вам кажется, напишите потом в комментариях. Я предлагаю вам в конце, напишите в комментариях об этом, стрим Сталинизация, не Десталинизация, а Сталинизация России, 27-39 год. Мы будем говорить о том, как Сталин менял Россию под себя. Как Сталин создал сталинизм. Как появился вот сталинизм. И названия городов как менялись. Как при жизни Сталину памятники возносились. Как Сталин сделал из себя Бога. Я думаю, это будет интересно вам. У меня много информации об этом. Как так вышло, что фрицы не распространили колониальную экспансию. Они не успели. Они создали свое единое государство только во второй половине 19 века. В 1870 году только лишь Германия заговорила об объединении. И они уже не успели. Мира стало мало по выражению современника. И они успели поделить только некоторые провинции в Африке. Подавить восстание Геттенготов. И чуть-чуть Китая оттяпать. И все, что немцы смогли. Господа, большое вам спасибо за то, что вы были на этом стриме. Пишите обязательно стрим про сталинизацию. Нужен или не нужен. Я благодарю вас всех, что вы приходите все время. Что вы постоянно со мной. Ставьте лайки, пожалуйста. Это очень важно. Подписывайтесь на этот канал. Рассказывайте о нем другим. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Приходите на стрим с Крыловым. У нас будет интересная дискуссия. Пообщаемся. А я прощаюсь с вами на сегодня. Желаю вам приятного вечера. Доброго вам всем вечера. И спокойного ночи.